да 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 здравствуйте чат здравствуйте сообщество гвинта добро пожаловать на стрим на мой стрим по речке и на котором прям сейчас будет проходить своя игра по гвинту я рад вам это представить ну и давайте прям без лишних отлагательств мы начнем с представления сегодняшних наших гостей которые будут участвовать в этом первом для меня я бы сказал таким таком торжественном выпуске да потому что подготовка шла достаточно большое количество времени ну и я надеюсь что я вас не огорчу ну а вы поддержите наших игроков я не знаю овациями мысленно хотя бы ну и будете болеть за кого-то тут у нас знаете ли не будет такого что победила дружба будет кто-то один кто разбираться будет лучше всех ну и начну с первого игрока который у вас как ну вы видите его как он подписан это будет таверна гвинта александр замечательный игрок замечательный косплеер замечательный активный участник винт комьюнити который вам наверно всем известными по косплеем герлита и потому как он любит фракцию скайта элей и даже по достаточно скилловому играм в ранкете я бы сказал да потому что ну к сожалению не могу сказать насколько точно потому что свяжу обычно за собой но я готов вам его представить прямо сейчас он появится и представлять он будет у нас на этой игре фракцию скайта элей и так александр поприветствуем привет привет всем привет друзья давай дальше поехали как твои дела расскажи мои дела замечательно вот ты готов побеждать конечно как же хорошо конечно готов сливаться еще больше хорошо хорошо ребят ну тогда пойдем к следующему участнику игроку наверное который посвятил почти всю свою карьеру игре на скеллиге который разбирается в них наверно лучше тут всех нас вместе взятых но кстати который занимал весьма успешные места в ранкете брал топ-1 на гиэльсе ну это потрясающий игрок который был также выбран вами для фракции скеллиге ну и это шмель николай приветствую тебя как твои дела у меня так себе скеллиге в этом паще ну это дискард скеллиге они не котируются но для меня поэтому я предал своих поклонников против и ушел и ушел до на другую сторону играть за родовида не только хорошо ну и третий игрок старый знаете старый боец не просто так ребята он занимает сейчас фракцию королев севера вспомните только его трибушет его филиппу вспомнить этих белок противных на контроле которые потом начали появляться все чаще и чаще а кто кто же был рода начальником жанра а я вам скажу кто это был алексей левнит ну и поприветствуем его алексей что-то тут поехал сейчас так у талибра и часы камера сейчас она включится наверное наверное возвращайся к нам тебя пропала камера он вообще здесь все вот теперь видите вся трои ты не отключил получать как-то я тебя не отключил я сошло ну что алексей как твои дела хорошо говорят и говорят что ты спал высыпался набирался сил перед своей игрой правда ли это это так да это так две недели не стримила читал карт почему ты не стримишь вопрос на который волнует всех что же я творче творче кризиса или это хорошая подготовка да да это хорош подготовка так ну друзья я надеюсь что вы хорошо готовы давайте тогда я для всех участников собственно для вас ну и для чата напомню правила этой игры так буквально совсем вкратце вкратце ну и расскажу о каких-то ограничениях которые будут у нас на нее ну это своя игра наверное знаменитая уже всем она была изначально транслировать на канале нтв были уже аналоги и по хартстоуну в любом случае суть заключается в том что у нас имеются категории есть три раунда и финальный раунд в каждом раунде есть по у нас буду быть сразу за нас будет по пять тем которых будут находиться по пять вопросов то есть всего за три раунда мы пройдем 75 вопросов и потом еще будет четыре финальных вопросов вместо 7 но это сделано и для упрощения было моей жизни и для того чтобы все таки посмотреть как пойдет этот формат изначально вообще должно было быть 6 категорий по 5 вопросов у нас будет по 5 игроки будут выбирать категорию с определенной стоимостью с каждым раундом стоимость будет увеличиваться вопрос и отвечать на них будут по после того как по прочтению вопроса появится кнопка для нажатия игроки будут ее нажимать соответственно кто первый нажмет тот будет отвечать если он ответит неправильно ход передается для следующего игрока также будут присутствовать такие специальные вопросы как код в мешке вопрос аукцион и вопрос от спонсора буду если тут краток посмотрим сразу все в дело не хочу на этом акцентировать свое внимание что там я объясню все по делу код в мешке если вам достанется этот вопрос то вы должны будете передать его другому игроку другой игрок сможет выбрать стоимость для себя этого вопроса либо минимальную либо максимальную то есть там будет какая-то стоимость вопроса и игрок сможет она будет либо уменьшаться до в меньшую сторону то есть он будет дешевый для него либо он скажет что выберет максимальную стоимость если он уверен в себе и тогда он получит больше очков соответственно вопрос аукцион тут у нас игроки так будут торговаться за вопрос выбирать кто на него будет отвечать если у игрока отрицательная сумма, он сможет поставить только номинал, то есть там ноль, допустим. Ну, а другие игроки смогут просто перебить, допустим, минимальной ставкой в 100 очков, да. Ну и кто победит, тот будет отвечать на вопрос, соответственно, и потом получит приз. Ну и вопрос от спонсора, это самый, наверное, лучший тип вопроса, который получат игроки. Я все-таки играю в чат, а не могу удержаться. И вопрос от спонсора, это вопрос самый наилучший, наверное, потому что вы сможете на него ответить, и если вы ответите неправильно, то вы ничего не потеряете. Тут вроде все. Ты все сказал? Там просто веб-ки нас не повисли. Нет, нет. Что? Мы там замерли, у нас... Так, о чем мы замерли? Вроде все шевелятся. Вы просто... Вы издеваетесь надо мной? Вроде все нормально. Так, ладно, хорошо. Напомню еще также про категории, что я буду рассказывать про них по ходу игры. Ну, еще, ребят, самое, наверное, важное, это про то, что мы все-таки играем на русском языке, да, поэтому учитывая... Я понял, да, с вебками там действительно были проблемы. Просто у меня кто-то пропадает. Александр постоянно пропадает. Наверное. Что-то тут не так. Давайте я перезвоню сейчас, все-таки попробую. Ты, по-моему... Алло. Всех, всех видно. Арелечка, у тебя, по-моему, вообще видеоряд повесил. Да, все видно вроде. Не, я просто, наверное, там... Я просто там... Я просто там... Я просто там сворачивался. Нет, нет, у него что-то движется. Все движется. Не-не, ребят, я просто там открывал Google документик, наверное, оно из-за этого. Так, подвисло камерой. Я... Все, теперь я слежу четко за этим вопросом. Хорошо. И хотелось бы напомнить про то, что мы играем на русском языке, поэтому описание карты будут изучать тоже на русском языке. Будьте с этим внимательны. Различные саперы, бригады и так далее. То есть английский язык не пойдет. Учитывайте это тоже. Теперь про какие-то термины. Все вот эти вот, ребят, характеристики карт, да, которые, например, как чародей, там, машина, особая, вот эти вот все маленькие статусы кар, да, они будут в нашей игре называться тегами. Ну, я посчитал, что это самое, в принципе, правильное на русское описание и самое короткое. То есть, когда вы услышите слово тег, запомните, что об этом идет речь. Также помните, что еще есть такие отряды, которые называются вероломные, да, это шпионы у нас. Мы просто действуем по локализации, да, поэтому тут ничего не будем менять. Ну, и сами юниты, это отряды, как правило, будут звучать. Если я говорю отряд, это не факт, что это несколько юнитов, это один. Также слушайте, если я говорю, что не надо называть копии карты, например, если где-то надо будет что-то посчитать, сколько там таких-то юнитов, я скажу, не надо учитывать копии, то вы их не учитываете, просто один раз эту карту считаете. Ну, еще такой термин, как уничтожить, это, собственно, баннер. Ну, мало ли, кто не знает. Ну, и засада, особая карта. Я думаю, все это вы знаете. Ну, и в принципе, я, наверное, с правилами закончил. А, единственное, что осталось, финальный раунд проходит тот, у кого положительное число очков. То есть, если у вас отрицательное в третьем, старайтесь хоть хотя бы выйти больше, чем ноль. В финале будут ставки, там я вам не буду мешать, я только зачитываю вопрос, и вы ставите свою ставку. То есть, если вы выигрываете, логично, что вам нужно поставить минимальное число какое-то, да, чтобы вас никто не обогнал. Потому что, если у Шмеля будет 10 тысяч, например, а у Левнида 5, да, то он поставит просто все свои 5 тысяч и сможет догнать Шмеля, там, в другую, если Шмель поставит десятку. Ну, в принципе, если вопросы какие-то еще остались, то задавайте, пока не поздно. А, опять-таки, я все-таки забываю вещи такие. У каждого игрока будет примерно около, ну, если он выбрал, что он отвечает на вопрос, он имеет право где-то на 3 оговорки, да. Именно оговорки уточняю. То есть, если, допустим, звучит Филиппа Эльхард, да, ответ, и игрок говорит Филиппа, там, Шмельхард, да, я могу сказать, окей, неправильно, думай еще. Игрок думает, там, Филиппа Пельхард, да. И вот я могу так 3 раза допустить, чтобы он во время своего ответа, опять-таки, за отведенное время, то есть, там, 15-20 секунд, это немного, игрок должен успеть ответить. Если он называет не Филиппа Эльхард, а, например, утопец, да, то ответ сразу отнимается, говорится нет, и все, он не принимается. Ну, вроде все. Если у вас какие-то вопросы. Да нет, давай начинаем уже. Ну что, let's roll, да. Так, начать игру, поехали. Спонсорские сообщения, если что. Проплачивал не я, это игра, тут все. Ну, представление игроков, с ними мы уже познакомились. Давайте пообщаемся, как вы, ребят, настроены? На победу или на больше на фан? Вот по очереди ваш ответ интересный. Может, получите удовольствие? Главное выйти не с минусом. Говорю честно, что, да, не вообще, картонки даже не читал. Ну, вот категория... Работаем по первой версии вообще. Отписание от Санико. Как прочитали? Это пока так, категория. Да, пока. Ну и тема сегодняшней игры, ребят, первый раунд мы начинаем, зрители. Давайте. Итак, категория первого раунда. Давай уже, блядь, заканчивать рамки Не в золоте счастья. Игра в ассоциации. Помнишь меня? Ну и таковы категории первого раунда. Наверное, стоит вам объяснить, да, что они значат. Ну и давай заканчивать. Это категория, которая связана с окончанием карт, названия, да, то есть будет какое-то название карты, у нее будет конец, у этого названия. Вам нужно, собственно, закончить. Вот это вопрос, где я буду, наверное, максимально придираться, да, к буквам. Вот прям к каждому слову, да, желательно, чтобы он звучал правильно. Поэтому будьте внимательны при ответе. Рамки. Категория, в которой будет указана рамка карты, квадратик, редкости, показатель силы, показатель фракции. И вам нужно узнать, что это за карта. Определите, сказать мне, что это за карта. Не в золоте счастья. Категория, которая связана с серебряными картами. И только, внимание, не забудьте, с серебряными картами. Потому что там есть карты, которые взаимодействуют так же, да, но они могут быть бронзовыми или золотыми. Игра в ассоциации. Тут по трем или двум словам вам нужно определить, что же это за карта. То есть, грубо говоря, идет описание картинки карты, но только на словах. Вам нужно ее определить. Помнишь меня. Это будет категория, которая связана с дополнением недостающего описания карты. Будет описание карты, будет вырезано какое-то одно слово или цифра, или два словосочетания. Вам нужно дополнить это. Сказать то, что там должно быть вставлено. Это будет выделено в скобочках, будет вопросик, и вы должны понять, что это там пропуск идет. Ну, собственно, все. Ну, давайте, кто у нас будет начинать раунд? На счетах. Первый, наверное. Пускай первый начинает. Ты будешь все? Согласен. Пусть он начинает. Ну, давайте. Раз я уже и расставлял всех по алфавиту, то он не сам и кошмар. Давай-то начнем. Как же там топят? С чего-нибудь средненького? Давай, таверна. Что же ты будешь? Рамки 300. Рамки за 300. Давай. Так, друзья, скажите мне, что же это за карта? Я же нажал. Так, Алексей, твой ответ. Это гуль. Абсолютно верно. Это действительно гуль. Ну, и сейчас передается к Алексею. Право на выбор категории. Рамки 400. То есть решил, будешь в одну, да, топить все-таки? Так, хорошо. Что же это за карта? Легкая. Не правда ли? Алексей опять. Это Барклай Эльц. Барклай Эльц, да? Да. Это окончательно. Ну, хотя и какое окончательно. Да, это правильно. Я не спрашиваю, окончательно или нет. Хорошо. Ну, все это мне подскажет. Я знаю, я знаю, ребят, вы все же можете отвечать, вы не забываете, да? Рамки за 500. Ну, вот сейчас с Алексеем все награды сгребет. Что же это за карта? Колесо с севера. Шестер. Тайлер. Тайлер. Да, да, да. Тайлер. Не говорите. Нет, еще никто не нажал кнопку. Тайлер, так я же сказал. Таверна Гвинта нажал кнопку. Таверна, твой ответ. Таверна, твой ответ, скорее. Ну, это Тайлер. Да, Тайлер. Ты успел. Ребят, смотрите, когда загорается оранжевый, и белый. Я шмякал уже как в тот раз, она точно? А, и фальшстарт дается, фальшстарт дается. Если вы нажали раньше, то у вас там небольшой промежуток. Она должна оранжево, да, сфититься? Да, она оранжево. У вас оранжево. На клавиатуре не светится оранжево, ну ладно. Не, на экране. Там обводится край. Ну что, Таверна, какой вопрос ты выбираешь? Ну, только не рамки давай. Ну, хорошо, давай не рамки начнем, перейдем. Я сменю туда. Давай мы пойдем в... Не в золоте счастья, 300 так же, давай, поймем. Ну давай, за 300. Разомнил. Работает он как двимерит. Жаль только, что золото не серебрит. Назовите карту. Помню, что это серебряная карта. Время у нас есть. Но уже осталось ее немного, половина всего. Неужели никто не знает эту карту? Серебряная. Это Деннис Крандер. Я не помнил, как называется. Я знал, что это за карта, но я не помню, как называется. Денис. Денис. Такое тоже. Денис, да. Хорошо, Таверна, еще раз попытка. Может, опять серебро? Ну, давай, давай. Не в золоте счастья за 400 теперь. Мы должны реабилитироваться. Готовьтесь. Только эти две серебряные карты могут удалить существ из игры. Назовите эти карты, которые могут удалить существ из игры. Серебряные, напомню. Так, Ливнит. Твой ответ. Блядь. Это мы запили. Одна, на две карты. Детмонд, Детмонд. Катакан и Детмонд. Да, это правильно. Детмонд и Катакан. Детмонд или... Ну, я не помню, как он говорит. Не, я услышал Детмонд сначала вроде. Если Детмонд сыграл... Давай, что это новенький, Лёх. Алексей. А-а-а, рамки 200. Ну, ты любит, наверное. Чё ж ты к рамкам там пристал-то, а? Ну, это, наверное, Лёхка для всех. Вот, Шмель, я видел, сейчас рано нажал. Вот ты нажал... А, хотя можно было уже нажимать. Да, Ершкин. Для нажимания. Ну, этот Эйли Хар. Должен был Лёхкой ответить. Абсолютно верно. Это Филиппа. Лёхка, как тебе. Знаете, для разминочки. Первый раунд. Всё-таки, как-никак. Можно пока? Пока нету вопросов по книжке. Как же с память, да? Рамки за 100. Рамки за 100. Что же это за карта? Ну, тут, я думаю. Фракция сама должна заседать. Опять фальшстарт на Влад Шмеля. А, лоу. Ай. Шмель успел. Зигфрида. Ой. Что, простите? Это... Я ошибся. Нет, это неправильный ответ. Да. Зигфрида. Здесь шпина бафнули. Таверна. Кто это? Это... Или что? Жрица Фрей? Да, абсолютно верно. Это жрица Фрей. А, фуа. Да, да, да. Да, она серебряная. Так, хорошо. Ну что, закончились рамки? Закончилось веселье? Пора текст твои, ребята. Может, будем заканчивать уже? Или ещё рано? Таверна. Ну давай. Давай, давай. Мы пойдём куда-нибудь ещё посмотрим что-нибудь. Ну да, давай первое. Давай уже заканчивать. Первое? Засколько? Заканчивать. Начнём так же средненько. Триста давай. Ну, триста. Итак, кот в мешке. Вопрос нужно отдать. Ну я передаю шмелю. Шмелю с минус сто, да? Хочешь ещё ему дать минус триста? Нет, я хочу, чтобы он ответил. Это триста. Это средненькое. Шмель, ну у тебя больше времени на ответ. Так что подумай хорошо. Изингрим. Изингрим. Тише. Фио... Фио... Наргрим там, что ты... Изингрим. Фиона... Фиона... Нет. Блин, нет. К сожалению, это не правильно. Это не за триста же. Что же там за четыреста и пятьсот? Это Изингрим Фао Ильтиарта. Чего? Что это такое? На самом деле, на тесте мне все очень игроки сказали, что это очень лёгкий вопрос. Так, кто-то... Итлина. Смотрите, я даже... А кто нажал кнопку, ребят? Кто нажал кнопку? Никто. Кто бандит? Хорошо, у вас всё имя. Итлина. Могу же нажать? Да, да, можно уже нажать. Попробуй. Я же жму. 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 Кто-то сломал игру, ребят. Кто-то нажал. Я жму. Вот, наверное, нажал. Да, Айгиль. Итак, Итлин. Как? Айгиль, кажется. Айгиль, да, ты говоришь? Ну, давай, Таверна. Прав ли ты? Да, ты действительно прав. Это Итлина Айгиль. Таверна, давай, делаем выбор. Я нажму даже паузу, чтобы он не выбрал ещё раз. Так, ну пойдём дальше изучать. Давай, мы пойдём в... Помнишь меня за триста так же? Помнишь меня за триста. Так, категория связана с... Нужно дополнить описание карты. Внимание. Иахим Девет. Сыграйте верхний, верный, но не вероломный, не золотой отряд из вашей колоды и добавьте ему единиц силы. А, левнит. Двенадцать. Нет, это неправильный ответ. Сейчас. О, ну наконец-таки восемь. Ну ёкалом она. Нажалось. Да, абсолютно верно. Это восемь идей в себе. Шпилов. Так. Так он даёт, он типа, ну ладно. Типа пять на столе, и он восемь прибавляет. Нет, и сколько он добавляет, да, там было. Поскольку он добавляет. Это же просто описание карты, Алексей. Я тут ничего не придумал. Просто скопировал из игры. Опять кто-то выбирает. Кто нажал? Кто нажал за пять центов? А, я нажал, а что такое? Танцор эльского клинка, добавляйте четыре единицы силы всякий раз, когда вы играете отряд. Не надо, не надо нажимать. Я нажимаю. Только вы мне говорите название, а я нажимаю. Эх, такой вопрос. Ну, я нажимаю. Можно уже нажимать. Танцор эльского клинка. Я нажимаю. Нажимаю, вовсю нажимаю. Спамлю просто. Ну тут, видимо, видите, когда кто-то нажимает за игроков, игра начинает ломаться. Ну, левнит, видимо. Засады. Да, это действительно так. Отряд засады. Вы играете, не нажимаете. Выбирай. Давай уже заканчивать четыреста. Давай заканчивать. Дева-щитоносец из клана... Алисей. Друммонд. Абсолютно верно. На самом деле, меня потрясают эти знания. Он говорил, он не готовился, ребят. Это правда? Да я не готовился. Давай секрет. Я же говорил, он в турнире выиграет потом. Говорят, что не готовился. Так, хорошо, следующий. Алексей, какой будет? Заканчивай за двести. Заканчивай за двести. Надо заканчивать. Ю-то-ан. А как же он это делает? Ребят, может это пин какой-то? Да, это правильно. Я не знаю, да. Но он нажимает очень быстро. Спамлю же вас. Следующая категория. Ну давай забьем эту, заканчивается доставка. Давай. Стефан? Ну. Наверное, был первым. Да, абсолютно верно. Стефан Скейн. Вот эту шмель даже помню, когда мы тестировали, успел пропалить. Помнишь? Леха просто пропустил меня, чтобы не палиться. Как-то мы говорили. С пингом что-то. Так, хорошо. Давай, Саша, выбирай категорию, какая тебе будет удобно. Давай. Мы еще не пробовали игра в ассоциации. Также триста. Я уже буду открывать все. Это весьма интересная категория, на самом деле. На вашу фантазию даже. В каком-то смысле. Итак. Монокль, стражники, сапоги. Что это за карта? Где такое присутствие? Леонид? Талер. Да. Это Талер. Как видите, арт есть. Ну прошел. Монокль, стражники и сапоги висят у него. Давай эту же, Лех. Давай, четыреста. За четыреста. Игра в ассоциации. Нильфгарский флоринг, прыщи на лице, кривые зубы. Так. Тут опять ливнив. Ты п***цал. А можно вопрос отдать? Сверс? Свирс? Нет, нет, это неправильный ответ. Есть еще у игроков возможность нажать. Прямо сейчас. Игра в ассоциации. Игра в ассоциации. Игра в ассоциации. Алло! Блин! Так, попрошу, попрошу. Тишину. Еще есть три секунды, ребят. Ну давайте, неужели никто не знает? Не успеем уже. Это монетка, вы че? Это изменя. Кривые зубы, прыщик. Какие же они делые-то? Кривые! Где же еще был Флорин? Хорошо, Алексей, ты играешь. Игра в ассоциации, ребяток. Игра по-крупному. Голова Грейфона, Нильфгардец. Кто-то прям сильно нажимает. Неужели и эту карту никто не знает? Я вижу, ребят, вы на Нильфгарде мало играли. У него имя такое... Ну, никто? Поздно. Это Питер Сар Гвегленд. Блин, а я вспомнил карту, название... Название, да, тут было сложно, поэтому и за 500. Название, вот именно его имя вспомнить. Из-за названия, да, согласен. Нильфгардец, вот как бы ее ввели еще последним, и у них порой имена такие там. Ладно сейчас с бригадами разобраться с названием, запомнить. Не в золоте, а вот счастье за 100. Так, спокойно. Говорим, ребят, по одному. И без мата, без мата попрошу. Так, не золоте, счастье за 500. Вопросы про серебряные карты. Назовите три серебряные карты, которые, уходя с поля, разыгрывают вместо себя другие отряд или отряды. Ну, то есть, если вы эту карту поднимаете чучелом, или вдруг начало следующего раунда, появляется что-то вместо нее. Серебряные карты только. Сложный вопрос. Даже дам тут, на самом деле, дополнительно где-то 5 секунд, если кто-то сейчас изъявит желание. Может, еще надо. Отжимаю таймер. Ну, никто не нажал. Ну, давайте ознакомимся. Просто. Скажите, у кого-то были хотя бы догадки? Хотя бы одну карту? Ну, коровы или металли, я забыл. Я тоже скейли забыл. Ну, тут надо было название помнить. На самом деле, мы даже думали этот вопрос взять на суперигру, на финал, да, потому что тут надо что-то назвать. Но мы подумали, что записывать их прям точно никто не правильно напишет. Название нормальное, но просто скейли забыли. Ну да, это корова-призерка, скейль и элементаль земли у монстров. Ну, никто ничего не теряет, так что... Так, лебед опять. Я, кстати, когда я сказал «не золото сейчас из-за 100», ты сделал «не золото сейчас из-за 500». Ну ладно, «не золото сейчас из-за 100». Ну, я слышал. Все, штраф по речке. Минус 500. Не проходишь. Минус 500 ведущий. Все-таки из-за 100. Давай, да. Да, за 100, да. Ну, давай. У каждой фракции, кроме этой, есть своя бесполезная серебряная карта с 10 единицами силы. Назовите эту фракцию. У которой, соответственно, нет этой карты. Левнит. Королевство севера. Да, абсолютно верно. Украинство севера пока нет этой карты. Ну, вы поняли, да, о каких десятках идет речь? Это десятки, которые... Ну, я имею в виду, это десятки, которые ничего не делают. Там бесполезное было написано в кавочках, да? Он на Филиппе намекает, видимо. Не, ну тут серебряная карта. И как бы Юта Анди Мун ничего не делает, Фрингилия Виго ничего не делает. Так там нет, так там нет. Там нет описания после этой карты. У Скеллиги это не десятка, а двенадцатка. Не, ну это тут как бы такое. Если так подираться, так вопросы будет невозможно составить. Ну, давай дальше. Я учту это, хорошо, я учту это. Я учту это в любом случае на следующем году. Не в золоте счастье двести. Только эта серебряная карта может трансформироваться, не уходя с поля. Назовите карту. Грот. Ну, точно, чуть-чуть точнее. Без понятия. Ну, хотя бы одно слово прилагательное. Да, я нажму. Я не знаю. Старый Грот. Да, Старый Грот, хорошо. Я домучаю до тебя это слово. Все нормально. Там даже больше описаний, но я не знаю. Нет, тут не описание. Старый Грот, Спящий. Я думаю, что Спящий мы... А, ну вот Спящий. Мне Старого было достаточно. Старого было достаточно. Спящий не обязательно. Ладно, давай играл в ассоциации за стол. Ну, давай. Палитра, свечи, художник. Старый Грот был первым. Это Гейльс? Да, абсолютно. Это Гейльс. Вот. Стоит, рисует. Эх. Мой когда-то был любимый персонаж. А сейчас неиграбельный, да? Кто-нибудь играет еще на Гроте? Так. Ну, Гейльс, я встречал его в пабличке, знаешь. Только, ну, на этих, на размножении так же чудовищ. Ну, я понял. Ну, давайте, придумайся, что мы играем в новую глину и будем играть. Давай, я играю в ассоциации за 200. За 200. Давай. Закончим эту категорию. Крыса, цветок, болото. Крыса, цветок, болото. Эпидемия. Нет, это не эпидемия. Как не эпидемия? Крыса, цветок, болото. Цветок. Лол! Можно еще раз, пожалуйста? Нет, больше нельзя. Подожди, это же... Ну, нажимайте. Это главоглазик, ребят. Ну, тут цветок, знаете. Почему цветок? Я тоже... Нет, это просто отсылка по книжкам. Это отсылка, на самом деле, по книжкам. Вопрос... Знаете, почему я вспомнил? Потому что в обучении ведь есть анимированная версия этой карты, и я прекрасно помню, как эта крыса шевелит. А теперь объясню, почему цветок. Как бы, ребят, учтите, что это не точное описание картинки, а игра в ассоциации. Цветок, главоглазы, очень часто в книжках описывали, что главоглазов путают с цветками. И поэтому, как бы, на них там наступают нечаяние, и всё такое. Тут цветок был в этом плане. Это не то, что сам цветок у неё тут торчит. Хотя, можно сказать, что это жало цветок. Я не знаю. Ну, я так посчитал. Субъективная, может, категория. Ну, я считал, что мышь и болото дополняют её. Помнишь меня за 100? А, да верно. А, да верно. Ну да, да, да. Давай, помнишь меня за 100? Да, давай начнём с маленького. Заполняем описание карт. Тибер Эггебрахт. Если ваш противник ещё не спасовал, добавьте единиц к изначальной силе. Затем противник возьмёт карту из колоды и вскроет её. Когда уйдёт с поля, сделайте изначальную силу равной 7. Наверное, Грин, так? Это 15? Да, это 15. Шмель, я вижу, ты нажимаешь, когда... Я вижу, когда ты нажимаешь, ты нажимаешь очень рано. Да, я понял, я рано, да. Итак, ещё вопрос. Осталось за 200 или за 400? Ну, давай за 200, погнали, по нарастанию. Джанго Фред, сбросьте отряд из вашей колоды, затем перемешайте её. Ну, тут слово, очевидно, не цифра. Шмель. Розовый! Розовый. Нет, неправильный ответ. Там ещё одну попытку даже. Случайный прорсовый. Нет. Нет, нет. Это неправильный ответ. Внимательно, внимательно. Алексей? Незолотой. Да, правильно, это незолотой. Добавьте, незолотой отряд. То есть, понимаешь, бронзы, серебро всё-таки тоже. Да, я не знаю. Сапёры в рихет. Отнимайте по 2 единицы силы у всех незолотых отрядов в ряду, всякий раз, когда играют. Отнимайте. Шмель. Особую карту. Особую карту. Особую карту. Это правильно. Ну и смотрите, мы завершили первый раунд. Давайте подведём такие небольшие итоги. 900 часов, конечно, дают себе знать, кажется. Видимо, ну, я скажу... А то со шмелём сейчас будет. Со шмелём всё ещё будет, он продолжает игру. А, он продолжает. Всё в порядке, да, но... Всё в порядке. Как бы вопросы были, наверное, я скажу вам пока ещё полегче. Сейчас пойдут потяжелее. Надо будет что-то считать, калькулировать, помнить там силу карт. Шмель, давай, возвращайся. Николай, мы в тебя верим. Ещё не всё потеряно. Ещё не всё потеряно. Лёх, надо было шмелю отдать последний вопрос. Ты чё вообще? Я как бы... Жадный. Так я всё равно можно последним финальным вопросом всё просто ва-банк поставить и проиграть. Ну ты же не будешь ставить ва-банк. Ты так будешь делать, да? Да. Нет, в том, чтобы меня в суперигру ещё закинуть, я должен быть в плюсе. Ты должен быть в плюсе. Главное... Ну, ничего, я думаю... А сейчас вопросы будут дрожать. Так что тоже это учитывайте. Ну что, поехали во второй раунд тогда. Это фор. Второй раунд. Шмель просто. Давайте знакомимся с темами. Моя помнит, сколько силы. Тяп-ляпы готова. Золотая лихорадка. Книжный червь. Читать не вредно. Вредно не читать. Ну и... Я же думаю, Алексей любит все категории. Последние, особенно которые как звучат. Ну, давайте расскажу о чём они. Моя помнит, сколько силы. Категория, которая связана с показателями силы у карт. Нужно будет вспомнить какое-то значение. Возможно его сложить. Возможно вычесть. Что-то с ним сделать. Ну, в общем, всё, что связано с силой карты. Самая была любимая. Помог мне с ней стик очень сильно. А, кстати, ребят. Была любимая. Помог мне с ней стик очень сильно. А, кстати, ребят. Даже минутка сэлаута. Ребят, большое спасибо всем, кто помог. Это как, знаете, реклама у Синеда, только без шуток. Большое спасибо всем тем, кто помог мне в создании этой игры. В частности, стик, лэйкент, вайтснейк, дэнай, донки ход. Надеюсь, больше никого не забыл. Ну, постараюсь ещё вспомнить в конце игры. Ребят, большое вам спасибо за то, что вы помогли мне это сделать. Стик меня предоставлял картинки. Все, в принципе, которые находятся тут у нас. Дон кихот, вайтснейк и лэрикент помогали придумывать вопросы. Ну, а дэнай помог мне. Да. Помог мне разобраться с функционалом этой программы. В принципе, настроить это всё. Ещё отдельное спасибо Вове. JustRushingGuy, который тоже помог настроить Мистри. Всё, сэлаут закончен. Мы продолжаем. Тяп-ляпы готовы. Моя любимая, наверное, категория. Будет небольшой кусочек карты. Нужно назвать будет целую карту. Тоже, наверное, быстро пройдётся, как и рамки, я думаю. Золотая лихорадка. Ну, тут по аналогии с предыдущим раундом только вопросы будут про золотые карты. Только про золотые. Книжный червь. Вопросы будут по книжкам. Если ещё будет указано, то, возможно, будет цеплять игру. Ну, там, по-моему, если не ошибаюсь, в одном или двух вопросах это будет. Вопросы по книжкам. И читать не вредно, вредно не читать. Это, к счастью, не по книжкам вопрос, но вопрос не менее, как бы, сложный. Это вопросы про художественное описание карт. Тот самый маленький текст, который написан от карты. Различные шутки и так далее. Итак, мы готовы. Я отжимаю. Шмель, выбирай свою категорию, только говори её мне. Сначала. Моя, помнить сколько силы? За сколько? Твоя, помнить. За 200. Сколько очков силы добавляет чучело после его использования? Так как ты делаешь? Вот сейчас я видел, он успел, да. Три. Три силы, правильно. Три единицы силы, я чуть-чуть. Лёдненький вопрос, да. А я помню сколько сил, 400. За 400. Ставки повышаются. Сколько очков силы будет у карты разъярённый берсерк, если её ослабить, но не уничтожить? Ну, то есть, подскажу, эта карта в кого-то превратится. Это подсказывает, что, возможно, писать чуть-чуть некорректно. Так, таверна Гвинта. Сколько же очков силы будет у этой карты? Да, 8 сил, и она превратится, собственно, в медведя. Ну, тут её малышка. Хорошо, что я не ответил, я хотел 6 сказать. Ну, это извинение, ребят, там она менялась, там она менялась, да. Помните, ей добавляли вот тот плюс два во втором раунде. Она называлась вот таком ещё. Да, теперь они сделали просто её восьмёркой. Ну, хорошо, таверна. Какой вопрос будешь? Давай ещё не другой пойдём. Ну, давай. Может, к ней ещё? Тебя пляпы готовы за 600. Давай. Вопрос-аукцион. Начинаются ставочки. Итак, ничего не делайте, таверна, скажи свою ставку. Ну, давай. От 700 можно начать. От 700? Ну, давай 700 начнём с него. Хорошо, ставка. Здесь 700. Так. Ливнит. Будешь отвечать? Мне ничего не нажимать, да? Да, ничего. Будешь отвечать? Ставить больше? Ва-банк. Ва-банк. Ва-банк? 2 900 будешь ставить? Да. Ты серьёзно? Да. Ты можешь просто поставить 2000 и уже это. Не, ва-банк. Он уверен, что угадает. Хорошо. Ва-банк. Я ведь буду только ответить. Не перебить. Да, только ты будешь отвечать. Играет Ливнит за 2 900. Что же это за карта? Что же это за карта? Это удалили. Да, правильно, это удалили. Быстрый. Вот, кстати, думал я, что подловлю игрока такого, который на Скеллиге, в принципе, не так часто играет. Ну, нет. 5 800. Ликси играет по крупному. У тебя поготовы за 200. Что это за карта? Помните, кнопочка, когда только появится. Вот сейчас. Повета. Абсолютно верно, это Повета. И Шмель выходит. А, да, такое забавное. Выходит минус. Почти. Почти выходит, давай. Николай, давай, ты сможешь. Я уже забыл. А что делать с золотой лихорадкой? Там только про золотые карты. Про золотые карты. Ну ладно. Опять ты выбрал. Извиняюсь. Извиняюсь. Если сложить урон, который отнимает карты Йорвит, Вернан, Роше и Трис Мерри Гольд, то в сумме получится. Можно уже нажимать. Левни. 6, 5, 15. 15 получается. Да, 15. Аксалютно, наверное. 4. Ну там описание слева все кто. Для новичков играет. 6 тысяч. Тяп-ляпы готовы за 400. За 400 тяп-ляпы готовы. Наверное, легкая, да, Карл? А может и сложная. Ну, интересно. Почему-то никто не нажимает. А как? Да нажимают еще как. Спамим просто. Честно? Хорошо, Максим, твой ответ. Ивасик. Да. MLG в чате. MLG в чате пошли. Это Ивасик. Тяп-ляпы готовы. Ну все. Я выдал. Ну, 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 давай. Так. Наверное, Гвинт успел нажать. Это Ватьеда Ридо. Правильно. Категория, как горячие пирожки такие будут расходиться. Поэтому я их по одной сделал. Да, давай. Тяп-ляпы. И готовы за тысячу. За тысячу. Что же это за карта? Шмель опять рано нажал. Можно нажимать. Наверное, Гвинта. Это Вальдемар. Как говоришь? Это не Вальдемар. Нет. Это не... Как? Следующий. Вангемар! 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 Да, Вангемар. Ой. Говорился. Ну, я уже, извините, не мог это... Вангемар. Вальдемар. Золотая лекарадка за 400. Назовите золотую карту из коллекции с максимальным показателем силы. Из коллекции это значит просто из набора карт. До розыгрыша, до всего. Так, быстро. Хьялмар. 15. Да, это нормально. Такое чувство, что ты в игру зашел сначала. Знаешь, так пролистал быстро. Так, ну хорошо. Типа золотые картонки пролистал? Ну да, я не знаю. Мне так показалось просто. Лихорадка за 600. Любите вот в одну категорию долбиться, выходитесь? Только у этой фракции есть золотая карта с тегом особая. Назовите фракцию, у которой есть эта карта. Опять ли не. Ну, просто не дальше. Это не Львгард, это монетка. Ну, карту не обязательно называть, да. Надо было назвать только фракцию. Твой ответ. Фракция. Львгард. Да. Не надо, если не написано, что лучше не называть, а то... Молодец. Что-то, ребят, не дает вам шанс. Злота лихорадка 800. Нажимайте быстрее его. Просто ждите, когда загорается рад. Только у этой карты лидера есть уникальный тег. Назовите этот тег. Сам тег. Ну, опять. Он что-то знает, когда нужно жать. Дагон. Надо назвать тег. Водяной. Хорошо. Ну, тут можно было поскольку, что он сначала сказал, что он сказал, что он сказал, что он сказал, что правильно. Хорошо, Алексей. Ну, давай. Читать не вредно. Что-то я за очкую, просто за тысячу эти вопросы. Ну, там... Ты-то чё очкуешь? А книжные черчи и читать не вредно, я типа это... Читать не вредно это художественное написание. Я не знаю лоры, а читать не вредно, я всё равно опасаюсь, что не помню. Давай, Майя помню, сколько силы за 600. Сколько суммарной силы у карт доирляндские пехотинцы и копейщики Альбы? Сколько, если сложить их в силу, получится в сумме? Ну, вспоминайте название. Лёгкие карты. Просто надо знать, как они выглядят. Хотя бы. Шмель попробуешь. 14? 6,8. 14, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Николас, 7,6. Да, ты действительно ошибаешься, это неправильный ответ. Ещё кто-нибудь? Ливнит? 15. Хорошо. Да, это правильный ответ. 15. 7 и 8. 7 и 8. Пехотинцы. А, наоборот. Ты что-то шестёрку делаешь тут? Я думал, что Майя сейчас ответит. На вашей половине стола находятся 4 яйца гарпии, а одно из них золотое. Сколько силы получит карта гарпия Келена, если вы разыграете её? Сколько всего будет силы у карты? Включаю её как бы с самого силы. С самой карты. Плюс ещё эффект. Ну, вопрос надо посчитать. Может, нажмёте, посчитаете пока? Лёгкий же вопрос. Смотри, 3 яйца, да? Она сама... Я волчу. На столе 4 яйца. 9. 9. На столе 4 яйца, одно из них золотое. Ну, это ладно, это неправильный ответ. Ещё можете ответить. Есть одна секунда. 6. Погоди. Сколько она будет? Комментарий вопроса, да, вот, можете почитать. 3, это, собственно, показатель силы. Плюс 3 по одной силе получает за каждое вскрытое яйцо, а золотое не учитывается. Так, а наш потрат получает за каждое обращённое яйцо. Нет, по одному. А, лол, за... По одному. Я вообще забыл свойство GTG от печёна-то получает. Ну, это уже, видите, я говорю, вопросы пошли потяжелее. Сейчас надо будет что-то считать, делать. Ну, комментарии вы увидели. В чате там, да, 8, 15. Хорошо, поехали дальше. Алексей. Моя помню, сколько силы? Тысяч. Азарт. Вы играете карту Трис, заклинательница бабочек. После этого разыгрываете Лютика. Затем используете карту Бедная Пехтура. Сколько получится, если сложить силу всех пехтурщиков? Только пехтурщиков. Я ума-мой математик. 4, блядь, 4, 3, 7, 10, 6, 16, плюс 6, 22. Нет, это неправильный ответ. Ещё, можете отчётить время ещё есть у игроков. Столько пехтурщиков, ребят, не карта. Если Лютик даёт плюс 2, то это 20. Если Лютик даёт плюс... 30, 30, извиняюсь. Нет, это неправильный ответ. Ещё кто-то. Кто же? Кто же ещё? Кто же остался? Ну, вы увидите описание, я там его добавил. 7, 1... Да, я сейчас... Не-не-не-не, математика сейчас... Я боюсь, что ошибусь с описанием. Так, мы рассмотрим комментарий вопроса. 12. 4 идёт. Усиление от Рис действует только на одного пехтурщика, которого вы ставите. Потом плюс 2. Усиление от Лютика тоже действует на одного пехтурщика, то есть 6. И плюс 6 силов всех пехтурщиков вместе взятых. Итого 12. Не-не-не, я думал вообще с усилением от Сталина. Ну там было написано, только учитывать силу только пехтурщика. Я вообще про других пехтурщиков подумал, по четверке. Шмель минус 1700, как ты будешь выбираться? Легчайшая. Мне вот интересно, в чате через минуту появится... Вы сейчас меня догоните на вопросах про лор. Хорошо, давайте, вопросы, поехали. Алексей, надо выбирать. Золотая лихорадка за тысячу. Золотая лихорадка за тысячу. В игре существует единственная золотая карта с тегом машина. Назовите эту карту. Золотой этот, вепрь, как его? Название точно. Ну, вепрь по речкам. Ну, это не просто вепрь. Ну, вальдемар же. Морской вепрь. Да, морской вепрь. Морской вепрь за счетом. Все, ребят, я пас. Я пас! С эмлором. А как же аукцион? Ну, что, мне что ли скинуть будете? Нет. Мы же не скинем тебе аукцион. Нижний червь. Нет, нет, нет. Читать не вредно. Вредно не читать до 200. Попробуем. Давай. А он не откроет своего имени, покуда не будет побежден. Это странствующий тролль. Даже кто играл в Ведьмака, в принципе, может вспомнить. Наверное. Это чемпион чемпионов? Абсолютно верно. Это чемпион чемпионов. Именно так у него написано. Ну что, теперь твой червь от выбирать вопросы. Давай, читать не вредно за 400. Архидруид. Мастер алхимии. И вместе с тем, самый вредный дед на островах. Рано, Алексей. Да, правильно, тоже. Быстро. Видите, она не такая сложная. Алексей, рано уже. А ты знал, да, что это гримист? Ну, самый вредный же. Не, не, я понял. Я спрашиваю, а просто Алексей, я видел, тоже нажал. Поэтому ты тоже хотел сказать гримист? Мы бы мышавур сказали. Нет, я мышавур хотел сказать. Я бы тоже. Серьезно? Есть кое-кто вреднее мышавура. Ну да. Так, и хорошо. Таян, твой вопрос. Ну дай погнали дальше. 600. За 600. То же самое. Он чертовски меток для парня с одним глазом. Капа. Ой. Так, нажал таверну. Саша, слушай, ничего. Ну это, 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 это юрвит? Да, это юрвит. Легенький вопрос, легенький. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, следующий вопрос. Ну давай, 800. Погнали, пока разогнались. Если мне сегодня суждено умереть, я хоть выглядеть буду хорошо. Кому же предложит эта фраза? В принципе, даже цитата, может, из игры. Я бы смог попасть. Сейчас, сейчас, знакомые очень до жути. Просто. Но у вас осталось буквально 3 секунды. 3, 2. Кто-нибудь будет нажимать? Рисковать? Думать? Нет. Это кейромец. Ну ребят, ну да. Могли бы нажать кнопку, подумать. Вы бы вспомнили. Мог нажать кнопку пауза? Я вот нажал её, когда уже... Я хотел дать 5 секунд. Я бы рисковал бы... Это бы я не ответил 100%. Ну хорошо. Ну давай, и за тысячу. За тысячу? Да, читать не вредно. Будем потом книжные сервисы посмотреть. Зачем сражаться? Есть много более приятных способов тратить энергию. Тому принадлежит эта карта. Ну вот типа чисто по арту, вот честно. Вот просто по арту Элиас. Нет, неправильно. Ну я хотя бы хотел... Алчим, алчим. Хорошо. Чисто по арту Лютик. Нет. Шмей. Чёрт. Выигрывал тебя в закрытом бета-тесте этой карты. А зачем сражаться? Есть много более приятных способов тратить. Вы же все играли в закрытый бета-тест. Как вам не стыдно, а? Это Сукуб, ребят. Я думал, если честно, это будет... Я бы неправильно сейчас ответил бы. Ты хотел другую карту сказать? Я думал про мужика, честно. Я думал про мужика просто. Я тоже. Я просто... Я хотел Шмелю как бы даже подсказать. Я против Шмеля играл этой карты, когда он играл на топорщиках. Я поставил и так украл на 50 его там или на 60. Никогда не играл Сукубу вообще. По-моему, не помогло. Нет, я уиграл тебя тогда. Я не знаю, это даже на Ютубе у меня есть этот видос. А, ну ладно. Хорошо. Ну и Книжный Червь. Почему все... Я думал, хоть кто-нибудь выберет его. Я думал, наверное, на счету ее выбирать. Ну все, ребят, я пойду чекуну говорю. Давай, Книжный Червь за 200 начнем с маленького. Хорошо. Сколько всего на данный момент известно ведьмачьих школ по книгам и играм? Нажму даже тут, может, паузу. Шмель. Посчитай мне. Пляпись. Я дам тебе шанс отыграться. Ну... ЗМИЯ... Число мне назови другое. Ну шесть. Хорошо. Я за счет... Я, ребят, ну... Я не могу. Я добрый человек. Я хочу дальше решиться. Я хочу, чтобы Шмель выбрал вопрос. Вот эти школы, если что. Это школы волка, кота, медведя, грифона, змеи и мантикоры. А что ты сказал сначала пять? Ты какую не досчитался? Я, по-моему, мантикоры не досчитался. Ну, мантикоры... На самом деле, в игре были комплекты всех этих школ и можно было рисковать. Это в дополнение. Я просто думал, что в книжках какая-нибудь другая школа. А ты уверен, что в книге не упоминается еще какая-нибудь школа? Ну, тут вопросы к Ларрикенту. Я уверен. А вот Ларрикент уверен ли? Узнаем через рекламную паузу. Погнали дальше. Давай Шмель. Шмель. За тысячу давай. Книжный червь. Тысяча, да. Как же он ровнет. Вопрос от спонсора. Шмель, ты ничего не теряешь в том случае, если на него отвечаешь неправильно. Поэтому постарайся. Он только для тебя. Двет, назовите полное имя Региса. Эмиль, Регис. Что дальше? Полное. У него там... У него там... Тише, все молчают. Эмиль Регис... Время. Эмиль Регис фон Риардайн. Это который эльф. Нет. Не знаю. Ну ты ничего не теряешь. Как у Дамблдорфа. Эмиль Регис Рогелек Терзиев Готфрой. Я сейчас даже думал, что это верно. Я помню только Готфрой. Честно, я думал, что вы будете его знать. Ну, наверное, он слишком сложный все-таки, да? Но, Шмель, начало было хорошее. Слово последнее. Начало, да? Эмиль. Эмиль Регис. Готфрой. Блин. Хорошо, давай, следующий вопрос выбирай. Ты ничего не потерял? Отвечаю. Книжный червь 400. Я специально его сделал вопросом от спонсора. Кто был первым владельцем любимой лютней лютика? Кому она принадлежала до него? Любим. Шмель. Ну, возможно, предстыла. Но это ты берешь по игре, а вопрос по книге. Да и по книге она тоже была. Только ее по-другому звали. Еще кто-нибудь? Ну, по крайней мере, мой случай. Блин. Будешь нажимать? Давай, что это? Это Рубель. А-а-а-а. Ну, я сейчас на по книге тоже по книге подарил ему. Такую прекрасную лютню. Нет, это не Бракелоне было. Не Бракелоне? Нет, по-моему, когда с Ассатиром гонялись по полям, их захватили в землю. А, тогда, думаю? Алексей, cool story bomb, да? Cool story bomb. Подожди, да-да, возможно, я ошибаюсь сейчас. Ну, хорошо. Когда... Давай, ладно. Опять Шмель нажимает вопросы. Под каким псевдонимом скрывался будущий император Нильфгарда? Под каким псевдонимом скрывался будущий император Нильфгарда? Шмель. Ёж. Полное название. Полное название. Ну, ты... Ёж. Там три слова. Ёж. Ёж, Ёж, Ёж. Ёж из... Ну? Ёж из... Ладно, я прощу, ребят. Я прощу. Плюс шестьсот. Ёж из... Он знал этот вопрос. Опять кто-то нашел. Назовите ведьмачий знак, который был впервые описан в книге Анджея Сапковского «Сезон Гросс» и нигде до этого ранее не упоминался. Это я знаю. Итак? Это арт. Он его уже три раза завязал в книжке в пяти страницах. Ну, а арт он упоминался ранее. Нет, он первый. Который был описан в книге Анджея Сапковского «Сезон Гросс». В сезоне Гросс. Так я сезон Гросс сейчас читаю. Пятьдесят страниц. Нет. Это другой знак. Это знак... Сейчас увидим, какой. А, что нужно ответить? А, не знавшись. Может, кто-то еще знает? Алексей. Google. А они есть ли в игре? Я могу рискнуть. В игре их нет. Правда. Только их не... Ну, это знак «Сом». 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 Кто-то имеется в виду? Я не это читал. Кто я? Подведем итоги второго раунда. Слушайте, ну, честно, вот скажите, по-вашему, такой небольшой перерыв. Может, кто-то хочет попить, отойти или в туалет. Давайте сделаем. Я с вами сейчас попрощаюсь, похоже. Еще есть третий раунд. Лёха, цепим, а. А, третий раунд, я думал, уже сразу суперигра. А, ну тогда все нормально, это все фора. Изи-катка. Хорошо. Как вам пока? Во втором раунде посложнее было? Или, в принципе, так же изи? Да, Лёхе вопрос на минус 500-5000. По порядку, давай. Саш, легко было? Плюс 55-5000. Лё, больше я в банк делать не буду, я сразу говорю. Слушай, а если бы, вот скажи, какую фракцию ты мог не узнать? Ну, вот реально, если бы это была какая-то... Вангемара ты бы узнал сразу? Тогда Таверна просто зафейлил, да? Он сказал там, Вальтемар. Мог бы мне дать шанс, как вот Лёхе с Гротом. Ты точно уверен, что вангемар? Ну, конечно, ты меня понял. Ты посылал как-то Вольтер. Вольтер, и поэтому я подумал, что тут я уже не могу дать шанса. Я подумал, ты про другую карту. Хотя, в принципе, в игре карты... Наверное, это моя ошибка, я тут к тебе придрался, да? Нет, я согласен, наверное, там созвучно сказал, надо было подавать апелляцию. Надо было, надо придраться. Ну, хорошо, мы учтем это в конце игры, в третьем раунде. Если что, возможно... Тогда получается Алексея... Чего? Это был самый сложный вопрос, то есть это был вопрос за тысячу. У Алексея минус тысяча, а таверни плюс тысяча, да? Ну ладно, посмотрим. Минус ведущий. Кляция. Хорошо. Никто, никому не надо перерыв? Продолжаем? Нет, нет. Поехали. Третий раунд. Самый сложный. Закончимся этим. Так, тема раунда. Восстановление. Посмотри на мою лошадь. Моя лошадь удивительная. Этот медик шпион. Музыкальная пауза. И в мире не... Я еще спокойно, спокойно. Итак, объясню вам категории. Еще спокойно, спокойно. Итак, объясню вам категории. Первая категория. Восстановление. Наверное, может, самое сложное, хардкорное, не знаю. Восстановить нужно точное описание карты. Разрешается, в принципе, упустить каких-то 3-2 слова, не более. Художественное описание или нет? Нет, полное описание карты. Именно, да, ее способности, что она делает. Там будет дано название карты, нужно будет восстановить ее описание. Карты будут, сразу говорю, не сложные. Там, в принципе, везде только одно предложение. Погода есть? Не буду говорить ничего. Так, третий раунд. Look at my horse, my horse is amazing. Все знают, наверное, эту композицию. Вопросы будут связаны только с лошадьми. То есть только лошади будут как-то фигурировать здесь, так или иначе. Этот медик шпион. Категория про вероломные отряды. И, ну, в принципе, все, что я могу сказать. Категория про вероломные отряды. Также учитывайте, что есть еще такие отряды, как верные. Вероломные это те, которые ставятся на стол оппонента. Это верные, это те, которые могут ставиться и на стол оппонента, и на ваш стол. Да ладно? Как Югубович, знаешь? Медик. Музыкальная пауза. Будет фраза, которую говорит какая-то карта. Нужно сказать, что это за карта говорит такую фразу. И в мире Нильфгарда категория, в которой будут только вопросы, связанные с фракцией Нильфгард. Ну, там могут... Опа, подожди, я звук выключил, кажется, еще. В игре. Проверьте, чтобы звук выключил. Я только-только вспомнил, да? Сам выжил. Включу. Ну и мы готовы. Шмель будет начинать как отстающий. Шмель. Музыкальная пауза. Подожди, подожди. Хорошо, что я был. Подожди, стой. Время есть. Выключается, сколько включается. Морти только не выйди из игры сейчас, иначе это будет печалька. Нет, нет, вот, все включил вроде звук. Надеюсь, что работать будет. А, стоп-стоп, да, звук в игре? Нет, нет, звук в этой игре. Да, звук в этой, в своей игре. Только не выйди, пожалуйста. Только не выйди. Ладно, ладно, давай, давай, давай. Хорошо, вы готовы? Музыкальная пауза. 1500. Это сложный вопрос. уверен. Будем надеяться. Так а может просто не стоит рисковать? Хотя, ничего же не теряю. Итак, ты готов? Три, два, слушаем. Это эльфская земля Тхойны. Таких, как вы, здесь ждет смерть. И тут мусочка такая, знаете. Кто конкрет? Учитывайте, что у эльфов много всяких карт с названием сапелой и все такое. Никто не будет отвечать, да? Дам чуть-чуть времени. Не дам. Угоден, как авангард в Рихид, слава богу, я не успел. Кто-нибудь понял, что это за карта? Просто вот сейчас визуально. Нет. Это восьмерка. Я думал тоже, что авангард, скорее всего. Это восьмерка, которая ничего не делает. Бесполезная восьмерка. Бесполезная тоже восьмерка. Ну, я сейчас играю. Ну, мне понравилась тема музыкальная пауза 1200. Мой любимый вопрос, скажу вам честно. Сейчас вот этот будет. Я бы съел толченой картохи с густой подливой. Или твердого сыра из гимеры. Кто же может это говорить? Что это? Вы слышали такие фразы на раскоп? Вы играли эти карты? Это карты, которые никто не играет. Это определенно. Дам, дам чуть-чуть времени еще. Дам чуть-чуть. Подумайте. Пять секунд. Попрошу ничего, ребят, не использовать. Ребят, используем только игру. Вот эту, свою игру. Больше никуда не заходим. Ни гуглы, ничего. Клиенты игры тоже ничего не используем. Шазамы клиенты игры не езаем вообще. А можно повторить? Нет. Я бы съел толченой картохи. Вот я тебе так скажу. Ну все, я возобновляю. Там есть две секунды. Это никто не знает. Давай, ладно. Это копейщики Альбы. Да, не играл. Уже была эта карта сегодня, фигурировала. Только не нажимаем, не нажимаем кнопки. Высокая-то пауза. 300 вам нужно полегче. Давай, давай. Моя любимая. А предыдущая? Алексей! Ты анбищенская баба. Да? Как ты успеваешь нажимать? Я не понимаю, честное слово. Я тоже. Хорошо. Он знает этот момент, когда нужно. Он знает. Он уже играл. Музыкальная пауза, что ли? Вы же понимаете, это нужно еще понять, когда закончится эта мелодия проигрываться. То есть реакция. Хорошо. Три, два, один. Я запускаю. Вот такие переговоры. Я понимаю. Вот такие переговоры. Он понимает. У меня чеша. Вот такие переговоры я понимаю, сказала карта. Может, у кого-то там с задержкой. Давайте паузу. Все услышали звук? Я услышал. Шмель, услышал? Я услышал. Я услышал, да. Время идет. Половина прошла. Легкая карта, ребят. Подумайте. Играют часто. Просто, может, не в такой форме. Но играются она часто. Еще даю пять секунд. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Отжимаем. Итак, ливнит. Ну, я не знаю. Типа, кавалерия в рихет. Ты думаешь, это говорит кавалерия в рихет? Нет. Еще. Кто-то успеет? Это ламберт, ребята. Он на английском говорит. Это такая переговора, которую я понимаю. Да, да, да. Четыре. Вот такие переговоры. Ламберт. Вот такие переговоры я понимаю. Что-то очень просто. Я пропылил. Да, вообще как-то. Ну, хорошо. Продолжаем тогда. Ливнит. Все, оставьте музыкальную паузу. Не трогайте больше. Да не трогай ты ее. Поставь напоследок. Давайте на это. Все. Давай что-нибудь другое. Девятьсот. Музыкальная пауза. Ах ты жоп. Ах. Черные тучи сгустились над темерией. Изи. Роше. Верно, Роше? Нет, неправильно. Что? Как это неправильно. Поспешишь, людей насмешишь. Подумаем, да. Нажимайте вы, но это легкое. Подумаете время. Шмель жмякай. Так. Это янонатарис. Черт. Темный. The dark clouds. Боже мой, что-то... В итоге, я так понимаю, на эту категорию не ответил никто. Не надо. Я тоже... Я тоже могу хорошо ответить. На бабу ответили. Хорошо. Хоть ты сработали. Хорошо, Алексей. Ну баба это прям... Это культовая озвучка. В чате пишет. А, я да. Весемир. А, да, давай. Этот медик шпион за три. Вопросы, связанные со шпионами и вероломными юнитами. Назовите вероломный отряд с самым большим показателем базовой силы. А говорю сразу, это не скеллиги. Ну. Я и вон. Да, абсолютно верно. Камбэк. Давай, шмель. Тащи. Выбирай категорию. Только не нажимай. Не нажимай. Так. Я не понял, что там за тема про лошадей, поэтому давайте тема за лошадей за 300. Вопрос этот будет связан и только с лошадьми. В них будут присутствовать лошадь. Нет, ну я понял. Давайте тема за лошадей за 300. Назовете ли вы карты лидеров, на которых присутствуют лошади? Нужно назвать мне эти карты. Алексей. Так, Эридин. Тащи твое время идет. Назови мне их просто свой ответ, Игорь. Эридин и все. Нет, это неправильно. Еще кто-то может нажать шмель. А зачем я нажимал, если я не был уверен? Ты можешь подумать еще нажать и подумать. О, Лех, у тебя 650, как бы ты можешь спокойно пока играть. Да. Николай, нажимай. Ты вспомнишь. Нет. Нажимай. Я не помню второго. Так. Кальвейт. Вот, Кальвейт. И Эридин, да, Алексей правильно сказал. Но был как. Блин, ну я не тут лошадь была разве? Да, я тоже. Да, там лошадь. Кальвейт просто на цветах. Нет, там лошадь. На носилках может носить. Там лошадь. Нет, нет, картинки видно. Там лошадь. Давай еще раз, Шмель. Ты ничего не потерял все равно. Чего споришь-то? Еще раз лошадь. Давай. На 600. Так, лошадь за 600. Только у этой карты с тегом особая на арте нарисована лошадь. Особая, ну то есть заклинание. Легкий вопрос, часто играется. Стамильфорд. На самом деле я сейчас задумался. Землетрясение, Стамильфорд. Я нажму нет, но я проверю это хорошо, потому что у меня другой ответ. Но я сейчас задумался, что это возможно да, потому что мне этот вопрос другая не сделать. Если там есть лошадь, я Алексею начислю эти поинты, но как бы ответ тут тогда. Давайте еще подумайте, может кто-то ответит. Если там будет лошадь, чекните пока кто-нибудь в игре, если вот кого-то открыто. Лошадь? Или у вас закрыто? Нет, если игра закрыта, все, не надо. Нет, вообще проверьте, это дело принципа. Ну пускай в чатике напишут и все, ладно. Минуту мы будем долго. А, хорошо, в чате. Ребят, напишите в чате, есть ли на землетрясении Стамильфорда лошадь. Плюс, если есть, минус, если нет. Итак, остается пару секунд на вопрос. Я отжимаю паузу, может кто-то ответит. Никто, да? Ну это гром Альзура. Вот она, лошадка. А, сбивает же его, да. Ну, землетрясение, честно, это мой косяк. Возможно, я там была, я не заметил эту карту. Хорошо. Ты запомнил, сколько ты мне должен отчислить? Лошадь за 900. 600. 600 я тебе, если что, должен. Каких двух цветов лошади на арте карты Архигрифон? Назовите цвета этих лошадей. Что? Ну, из карты Архигрифона. Там есть лошадь. Да, там две лошади упругают с него. Нажимай, шмель. Что? Ливнит. Ну, я помню, что там такая рыжая есть. Ты мне просто цвета, просто цвета называй. Ну, я не знаю, рыжая, можно сказать, или пега. Нет. Бля, рыжая и белая. Попрощите, да. Я не знаю, можно ли это засчитать за рыжий цвет, ребят? Я написал, что это коричневый. Коричневый. Это коричневый, да, по-любому. Коричневый, да. Рыжая, я считаю, что это коричневый. Понятно, понятно. Если сейчас напишут, пишут есть. Пишут плюс. Ну, то есть, получается, тогда этот вопрос засчитывается вместо того, только еще минус 300 мне надо снять. В чатике пишут. Почему? Какие 300? Ну, 300 снять. Тот вопрос стоил 600, этот стоил 900. Так ты мне этот не засчитал, что ли? Этот засчитал. Сейчас я тебе только сниму 300. С лошадью. Да. С лошадью засчитал, как бы. Ты за этот получил 900, потому что я тебе нажал да, да. Ты понял меня? Ну. И снять то, что... Ты мне еще 600 засчитал. Не, не, я уже все начислил. У тебя плюс 600 сейчас баланс по итогам. Этот мы считаем неправильно. Это коричневый цвет. А, это про лошадь неправильно, да, было? Да, тогда считаем, что это неправильно. И Шмель, выбирай пять вопросов. Не Алексей, а ты Шмель. Скажи мне, какой вопрос. Лошадь 1200. Какое количество карт, не считая дубликаты, у которых на артах присутствуют лошади, имеет фракция Королевства Севера? Ну, число несложное, так что. Можете даже угадать. Не считая дубликаты, то есть повторные эти карты. Дам Паулу на этот вопрос. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Никто, да? А, хорошо, Шмель. Три. Три. К сожалению, нет. Больше. Не три. Да, больше на... На сколько? На одну. Ну, вот эти карты. Тяжелая кавалерия Бурой Харугви. Легкая кавалерия Бурой Харугви. Я про тяжелую кавалерию забыл. Ританский рыцарь. Так, я про кого-то забыл. Легкая кавалерия, это кто? Какая? Это которая иммунна к погоде сейчас. Да. Тяжелая, это... А тяжелая обращается в золото. Вот я про нее забыл сейчас. А, ританский рыцарь, это просто восьмерка. Ританский рыцарь, просто восьмерка. Я не дам, потому что я ее играл совсем. Вот не дам, положил ее к Хенцу и забыл про нее. Лошадь за 1500, Шмель? Оставим под конец. Хорошо. Как не любят. В мире... Так, а восстановление... Это надо восстановить полностью описание карты. По харкору. Давайте 300. Давай. Воин клана Анкрайд. Какое же у него описание? Воин клана Анкрайд. А что она дает? Описание карты? Да. Шмель. При выставлении на поле боя теряет две единицы силы. Я зачитаю этот ответ. Отнимите две единицы силы. То есть это, ребят, это просто семерка, ну, которая... Сейчас девятка она. Сейчас девятка ставится. Это такое, ты... Ну, легкий вопрос, ну, согласитесь, я же сказал. Нет, ну, этот легкий, да, просто... И в формулировке, может быть, проблема. Нет, формулировка имеет слово-слово, или... Поречка, напишите мне неправильно, неправильно... Неправильно поинты мне записал, Поречка пишет. Все правильно же. Минус 4. Что они врут, Алексей? Отмерить Эльфгарда 300. Хорошо. Потом разберемся там. Назовите трех ведьмаков, которые имеются у фракции Эльфгард. Нужное название карты. Это верно. Я нажал, да? Ёшкин кот. Да, да. Ты нажал. Это... Леты из Гулеты, Эггон и Зерит. Да, абсолютно верно. А кто такой Зерит? Который ранит настолько, сколько открытых карт. А, хорошо, следующий. Вот зря вы все это говорите, ребят. Мало ли вопрос будет такой. Наверное, выбирай. Ну, давай в мире Эльфгарда 600. При дворе Эльфгарда немало чародеек, но лишь одна из них в игре настолько неумела. Назовите эту карту. Неумела. Сам я сарказ. Наверное. Ну, неумела ты знать. То, что у нее нет описания, наверное, имеешь в виду, да? Ну, да, возможно. Это Фрингилья Вига? Да. Опять же, если честно скажешь, вопрос мне этот не нравится, да? Почему это она бесполезная? Это же десятка серебряная. Я считаю просто, что за это нужно полторашку давать сразу же. За такие вопросы? Да, ну неумела же. Это сложно понять. Что ты речь? В смысле, да? Я уже хотел замазать. Да, давай, этот медик шпион за 600. This medic is a spy. Назовите фракцию с наибольшим количеством вероломных отрядов. Не считая копии. По-моему, это... Так же. Ой, эльфгард. Слишком рано назвал. Нильфгард. Нильфгард. Ну, по-саму, по-моему. Число... Ну, точнее, если кого-нибудь интересует карта, вот слева написано. Можете вспомнить свою память. Может пригодиться еще в этом вопросе. Все, я продолжаю. Хорошо. Алексей. Восстановление за 600. Восстановление за 600. Огненный скорпион. Какое описание? Что мы должны делать? Описание этой карты. Шмель. При выставлении на поле боя отнимите 3 единицы силы у отряда противника. Хорошо. Тут есть еще у Незолотого, но это я прощаю. Так как ты, в принципе, все остальное абсолютно верно сказал. Хорошо. Засчитываем. Выбирай вопросик. В мире Нильфгарда 900. В мире Нильфгарда за 900. Не лишь родством они между собою связаны, но и в игре отличнейшим взаимодействием себя показывают. Назовите эти две карты. Это Киалах и Кагыр. Да, абсолютно верно. Ну, под взаимодействием тут показывают, что синерджи, способности срабатывают, поэтому... Ну, и родство по книжкам немножко. Таверна, опять. За тобой вопросы. Давай, этот медик шпион 900. Этот медик. Вот мне нравится какой-то, да, всегда. Вот это прикольно. Вопрос акцион. Таверна, твоя ставка. На вопрос. Тут сейчас... Лёха больше не будет ставить, да? Так, ну давай. Этим медик шпиону. Минимальная 1000. Максимальная... Ну, давай 2000. 2000. Ставка. Алексей. Пас. Пас. Итак, отвечает на вопрос акцион Таверна. Только он играет за 2000. Все молчат. Назовите карту, которая может создать сразу два вероломных отряда. Оу. Она может быть не фракционная. Она может быть не фракционная. Ах... И ответ, ребят, это золотон-дрессировщик. Что может создать попугая. Денис, налей мне 300. Мне уже... У меня весь чат в красных этих, чтобы мне 300 добавили. Я не знаю, как там посчитал. Подожди, ты... В общем, все равно. Подожди, сейчас два. Два разных? Я не понял. Нет, нет. Оба попугайчика, это вероломные отряды. Их можно поставить на стол оппонента. Оба. Которые отнимают, можно поставить на стол оппонента. И которые ставятся на оппонента. А, в этом... А я начал думать, какой же создает две имена. А, я тоже. Я тоже. Я тоже. Да. Но описание... Описание карты. Описание карты золотон-дрессировщик создает отряд. Там, как он называется? Фельдмаршал Дудут. Тут смутило то, что слово сразу, я думаю. Я тоже думал. Типа, сразу кастует. Типа, вы думали сразу два? То есть, вы думаете, что стоит вернуть... Вы думаете, что стоит вернуть таверне две тысячи, правильно? Я на это намеку иду, правильно? Возвращаем таверне две тысячи? Если все игроки согласны, я... Нужно было что-нибудь про вариации. Я считаю, что да, правильно. Хорошо, я тогда верну две тысячи. И мне триста тогда. Все-таки, ребят, первая игра... Слушайте, а может, допустим, Шмеля в финал? Решайте сами. Походу, он не вернется. Нет, давайте сначала заиграем, а потом... Ну, давай. Слушайте, Алексей, ребят, теперь осудите вы. Все пишут в чате, что я ему должен денег. Он ответил на вопрос за 600 как бы правильно. Но я нажал, что он ответил неправильно. То есть, минус 600. Потом он ответил про лошадей неправильно. Но я нажал, что он ответил правильно. То есть, он получил плюс 900. По идее, я ему должен отнять 300. Все верно? Все верно. Я отнял 300. Почему в чате математики пишут, что я должен добавить 300? Он ответил за 600. А не ответил... А не думал, что ты ответил про лошадей. Я не думаю, что вопрос про лошадь. Я думаю, они думают, может, я правильно ответил. Типа коричнево-белое, это рыжая-белая. Что такое? Нет, ну там коричневый цвет лошади. Давайте будем так. Я все-таки еще не дам. Да не называй лошадей коричневым. Так, хорошо. Рыжая лошадь. Нет, право решения остается за ведущим. Наверное, выбирай вопрос. О, ладно, ладно, я не спорю. Ну давай, этот медик шпион за 1200. 1200, хорошо. Рассортируйте в порядке убывания все золотые вероломные отряды и назовите их. В порядке убывания все золотые вероломные отряды. И назовите их. Сложный вопрос. Добавлю на него даже времени. Вот сейчас прям нажму и добавлю. 7 секунд. Ну и хочу, видно, не сильно много у нас это сделал. Молчим все, молчим. Кто хочет ответить, нажимайте. Время продолжилось, если что, идти. Я нажимал. Так, Шмель, давай. В порядке убывания. Первое. Быстрее только. В убывание, а не возрастание. А, ну... В общем, дай его паузу. Блин, я в другую сторону, можно? Ну, давай, прожди, сейчас. Давай. Лето, Эйтни, Филиппа и Суккуб. Я просто... Суккуб, Филиппа, Эйтни и Лето. Это уже неправильно. Ну, задача пропустила кого-то. Да. Эйтни, они же не вероломный отряд. Это ж лидер. А, ну точно. Ну, смотрим. А, она изначально была вероломная. И, во-первых, в порядке убывания. Это значит от большего к меньшему. А нет, от меньшего к большему. А мы что, не можем отвечать или что? Ну, что-то пока подвисло. Либо кто-то нажмякал, типа что... Я ничего не нажмякал. Нажимайте время. А, ушмеляйте, вот время на принятие решения. Я так понимаю. О, у него ищет, давай, давай, думай. Я уже не буду защитывать. Если сейчас вот кто-то мне устно ответит, то говорите. Нет, да, отвечайте. Я не буду потом защитывать, если она закончится. В порядке убывания, да, получается? Это идет Бирна, потом идет... А, только вероломный. Только вероломный? Или верный вероломный. Потом идет Суккуб, потом идет Аволак. Ну, они вроде как оба, по 8. И лето. Ну, ты одну пропустил, в любом случае, Камби. А если она какую-то пропустил? Поздно, я ее уже назвал, как Камби. Я ее уже говорил, да. Да. Так, ну, это почему-то слишком долго, смотрите, как долго идет. Мне что-то подсказывает, что надо будет тресетить раунд заново. Вот этот. Запомните очки, как она... Там что, смотрите-то, нет, там еще 30 секунд, видишь, таймер-то идет. Посмотри, как он медленно идет, он закончится сегодня вообще или нет? Ну, закончится, давай подойдем. В общем, там Филиппу... Я хотел спросить, вот там лето, он же верный и вероломный. То есть, ты можешь считать? Ну, да. Тут, когда не написано про верный, то это значит просто, ну, не учитывать эту характеристику и все. Написано вероломный, все, там есть вероломный, значит вероломный. То, что там есть верный, тут не надо учитывать. Вот там, где был вопрос про верных, как бы... А, его еще не было. Спойлер, спойлер, спойлер. Ну, вот на этот вопрос тут просто перечислять много, тут нужно ответом на... А, можно вот паузу просто нажать на... Типа такого, да. Потому что тут просто... Там уже это просто факт того, что правильно или неправильно перечислил. В чате математика пишет. А, паречка, знаешь, что пишешь? Что, типа, ты мне снял 600 за неправильный ответ, потом начинал... Я ничего не снимал. Я просто нажал, типа, нет, ну, естественно, тебя сняло. А потом на лошадях я тебе нажал да. То есть тебе вернуло 900. В 900 же входит 600. Ну, и у меня в нуле, а вопрос-то я правильно ответил. Ты мне плюс 600 должен. Да не должен я ничего, я должен был 300 еще тебя оттуда отнять. Потому что я за лошадей нажал да. Ты за лошадей получил 900. А за это 600 отнял. То есть плюс... И еще минус 600, ты мне снял. Или ты мне ничего не снял? Играм не снял. Да снимал. А у тебя неправильный ответ. Я знаю. И это никто не заметил. Это никто не заметил. Там не было Валаха. Но я это все равно обучился. Ты сам не прав. Все, не снимай мне. И Филипп не было. А никто никому не снял. Только Шмелю. Но он неправильно сказал. А почему Филиппа там не было? А? Филиппа тоже не было. Ну короче, мы как-то затупились с этим вопросом. Не только мы, и сама программа тоже. Что-то я на самом деле... Всем минус, давай. Всем минус по полторы. Как будто не ясно задал этот вопрос. Или всем плюс по полторы. Давайте всем плюс по полторы. Меня это больше устраивает. Всем за этот вопрос. Плюс 1200. Всем плюс 5000. Даже тем, кто неправильно ответил. 5800. Даже Шмелю начислю сейчас. Так. 300. Шмелю сразу читаю. За храбрость. Поехали. Поехали. Итак, наверное, твой вопрос. Ну давай, восстановление 900. Тут вопрос, конечно, я заважал конкретно. Но я учту это. Дуду. Ну, нужно описание карты. Если вы заточны. Ну, прям точно. Прямо слово-слово, да? Усложня. Ну, я же говорил, можно как-то. Давай, Шмель. Давай. При выставлении на поле боя скопируйте силу любого незолотого отряда. Все. На любой стороне поля боя, наверное, там написано. На любой? По-моему, на любой. Ну, ладно, я засчитаю, но, типа, он снимает только у отряда противника. Ты, возможно, сейчас имел, что... А, еще после точки, involvementgan książки. Золотые картонки нельзя, ну, ладно. Ну, я и сказал не золотой. Нет, не золотой он сказал. Я вот именно поэтому Алексей сейчас ему засчитал. Потому что он сказал, сделайте... Я сказал не золотой, но, на самом деле, у меня инфы нету, то, что на чужой стороне поле боя. Я не уверен, что там в описании это написано. Нет, описание вот точно. Нет, в описании написано, что только на чужой стороне поле боя. Конечно, opposing там написано. На английском opposing, а на русском противника слово. Ну, короче, он правильно ответил. Я понял, я просто на самом деле, я на практике думал, что Дуду можно и свои копировать. Потому что в описании этого не написано. Даешь Шмеля в финал? Осталось 2200. Давай. Хорошо. Шмель, выбирай категорию. Все твои. В мире Нильфгарда 1200. У меня с ними не прет, поэтому... Один шпионов вражеских всех убивает. Другой способности перезаряжает. Сложите силу их в уме, да поделите на число, что лето, съев коровью тушу, получает. Ну, съев, имеется в виду, прибавляется. Красиво. Шмель? 10. Абсолютно верно. Хотелось бы просто сразу узнать, ну, как ты это все делал? Ну, в смысле, как... Манакайгор десятка, Кагыр десять. Лето жира... То есть в сумме 20 лета жира от коровы это 2. Ну, 20 лета, делим на 2, 10. Абсолютно верно. Молодец. Ну, вот там описание. Хорошо, следующий вопрос, Шмель. Опять ты выбираешь. В мире Нильфгарда 1500. В мире Нильфгарда 1500. Сними пятерку, если выйдет, тогда четыре получи. Их знает каждый, ведь у них есть скакуны. Назовите эту карту. Ну, сначала тут написано способность. Я знаю. Название бригады на узику. Абсолютно верно, ребят. И Шмель возвращается в игру. 500 очков. Браво. И, ребят, поаплодируем. Ну, реально. Ну, Шмель молодец. Ну, серьезно. Он на скелетах декнул. Топ декнул. На самом деле, просто ливни это контрол не жмет. У него заяло, походу. Ну, не знаю. Нет, я это просто раньше нажал на узику, на самом деле. Я бы ответил. Ну, тут именно бригада есть. Есть еще знаменоносец. Шмель сказал, бригада. Я уважение. Мы же отвечали на этот вопрос на подготовке. Хорошо. Нет, знаменоносец это чардж. Да, да, да. Чардж. Давай, Шмель, выбирай вопрос. Шмель, советую тебе теперь, если ты не уверен, просто не отвечать. Тогда ты хотя бы будешь виноват. Этикспион 1500. Да, я уже руки убрал. От 1 до 10. Какого или каких из этих базовых показателей силы нету у вероломных юнитов? От 1 до 10. Каких чисел нету? Одного числа или нескольких у вероломных юнитов? А, нескольких? Да. Какого или каких показателей нету? Два. Это цифры от 1 до 10. 2, 4, 5. Уже неправильно. Еще кто-нибудь? Время нужно. Да, я 5 секунд сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Отжимай паузу. Можно я отвечу, что как у крема закончится? Это вероломный с силой дваг. А, 6-ерка есть? Не только золотые. Да, там все считают. А кто 6-ерка? Есть пятерки. 6-ерка Конторелла. Нет, а 6-ерка кто? Конторелла. Конторелла что ли? Точно. Я считаю баф на плюс 6 еще. Ну, сложный вопрос, я так скажу. Он стоит своего, да? Да, стоит. 1500 все-таки. Хорошо, Шмель, твой вопрос. Посмотри на мою лошадь 1500. Мой любимый вопрос. Назовите карту, на которой присутствует лошадь у фракции Скеллиги. Вот, да, я тоже сначала, именно поэтому это послужило. Я решил все проверить, и оказалось. Даю паузу. 5 секунд тоже. Маленькая педыстория потом будет. Маленькая прям такая спрятана, да, или нет? Так, время. Ну, правильный ответ на экране. Вот он. Ребята, я сначала хотел сделать самый легкий, вопрос, как бы, у какой фракции нет... Стоп, а что там на экране? Скажите, пожалуйста. Там Гремзилась. Там Гремзилась и там лошадка сзади. В общем, когда... Предыстория маленькая вопроса. Я хотел сделать вопрос, в котором, как бы, за самый дешевый, да, и у какой фракции нету карт с лошадьми. Я как бы полистал, вроде Скеллиги, вообще нету. И потом уже где-то через дня три я случайно наткнулся на Гремз, когда составлял про него другой вопрос. И увидел, что там есть лошадь. Думал, почему бы не сделать это самым сложным вопросом. Ну, как-то так. Ну, интересный вопрос, согласитесь. Не каждый это реально заметит. Итак, восстановление... Ребята, еще... Восстановление 1200. Небольшое но. Когда мы сейчас ответим на этот вопрос, начнется сразу, скорее всего, следующий. Будьте готовы отвечать. Ну, потому что тут уже нет меня. 1200, да? Да. Тысяча... Ты точно можешь паузу поставить. Зерит. Описание карты. Смотрите, лучше не рисковать, может? Точно. Терпилый гейминг, терпилый гейминг. На таверне тебе желательно ответить, может? Да, я знаю. Я боюсь ошибиться чем-либо. Хорошо. Алексей. Пожалуй. За каждый незолотой отряд... Нет. Выберите, типа, таргет на стороне оппонента и добавьте по единице силы за каждую скрытую карту. Добавьте? В руках. Выберите таргет и добавьте. Ну, в смысле, отнимите у него... Ну, за каждую скрытую карту. Все? За незолотой... Ну, типа, выберите незолотой отряд и отнимите... Это ты все правильно сказал. Ты концовку недосказал. Ну, ладно. Засчитаем, ребята. Тут совсем мелочи. Да. Вот это верно. Вот это верно. В руках... Вот почему. Концовка там важна, на самом деле, да. Просто именно потому, что в руках... Никак разве... Мордрем, ребят. Мордрем. Описание карты мордрем. Описание. Прошу внимания. Описание карты мордрем. Легкая возможность срубить 1500. Никто не решает нажимать. Алексей. Описание карты. Создайте... Нет, погоди. Карту он не создает, он банишь. Значит, типа... Эффект спор или мутаген. Создайте эффект мутаген или эффект споры. Так, ну что, друзья. Выбился. Мы переходим в финал. Шмель все-таки проходит с нами и поучаствует. Это меня очень радует, что все участники дошли до конца. Все-таки скилуха есть у всех. В этом я убедился. Более точные науки? Шмель отвечает. Я бы сказал, знаете, мне надо точно пересказать. Отец. Ну, вы готовы приступать к финалу? Давайте уже заканчивать, да? Поехали. Финал. А, напомню немножко правила перед финалом. Сейчас будет даны четыре категории. По порядку с самого, как бы, игрока с наименьшим числом очков убираем категорию. Я их не объясняю, что они значат. Вы убирайте по одной. Сначала Шмель, потом Таверна, потом Алексей. Остается одна. Звучит вопрос. Я его зачитываю. У вас есть 45 секунд, чтобы написать ответ. Все. Потом мы его рассматриваем. Не забудьте поставить вашу ставку. Если вы, соответственно, выиграете, вы получаете удвоенное число. А мы будем сами ставить ставку? Да. Вы сами будем играть. Итак, финальный раунд, друзья, зрители, игроки. Итак, темы. Все бледнеет перед книгами. Игры наши все. Ты напал не на тех чародеев. И шпионы или партизаны. Шмель, убери тему, которая тебе не нравится. Игры наши все. Фух. Игры наши все. А жаль, очень хорошая категория. Таверна. Давай шпионы или партизаны. И Алексей? Ну, конечно, все бледнеет перед книгами. Очень хорошая категория. На самом деле, вы не знаете, какие легкие вот две вы первые убрали. Но мы поэтому по ним пройдемся. Они просто более интересные такие. Мы их писали долго. А вот тут сейчас, ребят, вы будете считать. Готовьтесь. Итак, вопрос. Ты напал не на тех чародеев. Мы говорим, ставьте. А, еще, наверное, нет. Да, все, делайте ваши ставки. Пожалуйста. Это, ребят, больше мы вопросов переигрывать не будем. Это наш финальный вопрос. Мы потом ради интереса разыграем три остальных. Но сейчас это финальный решающий вопрос. Ставьте ваши ставки. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Там два реально. Вот первый вопрос. Я специально его так назвал. Я знал, что его Алексей уберет, но я надеялся. Итак, вопрос. Немалой памятью ты, друг мой, обладаешь. Коль сколько в Нильфгарде чародеев служит, посчитаешь. Посчитайте количество фракционных карт с этим тегом, не учитывая копии. Нужно посчитать количество карт с тегом. Время надо добавить. На самом деле мало времени. 45 секунд. А там 20 минута. Я добавлю еще 20 секунд, хорошо. Добавишь? Да. Поехали. Осталось здесь секунд буквально на ввод ответа. Это число должно быть. Итак, число. Давайте ознакомимся с ответами. Шмель не знаю. А я ввел, нет? Верен ли? Я сейчас узнаю. Сейчас я читаю ваши ответы. Итак, Шмель ответил. Не знаю, но это неправильный ответ. Я ввел. Что я ввел? Ставка 1. Я ввел 3. Таверна Глит. Тоже не знаю. Я тоже ввел. Вы ввели ответы? Да. Хорошо, ну Шмель, ты скажи, озвучите мне свои ответы. 3. Вы не успели их просто ввести, я понял. Это неправильный ответ. 3, это неправильный ответ. Таверна, твой ответ. 4. Это тоже неправильный ответ. И Алексей? 7. И это тоже неправильный ответ. Но Алексей был ближе всех. Ответ 8. И вот название карт. Сартизи, Вильгифорц, Фрингилья Виго, Асире Вара-Нагыт, Альбрех, Вангемар, Цинтия и Алхимик бронзовая карта семерка. Тоже является чародеем. Ну вот. Я сам не просчитался. Раз, два, три, четыре. Я забыл Алхимика. Да? Я так и знал. Бронзовую карту что-то я... Я проиграл меньше всех. Ребят, у нас есть победитель. Давайте поздравим победителя первой своей игры по гвинту. Алексей Левнит. Самый игрок, который говорил, что неподготовленный. Поздравляю. Я, Паков, предлагаю вам это сделать. Спасибо. Спасибо, ребят, большое, что зашли. Сейчас вы еще не расходите. 3 недели это мало на подготовку. А может быть, надо готовиться было? Алексей готовился, он не спал. Ну, поздравляю, Алексей. Он проходит следующий раунд. Ребят, вы, я думаю, еще скорее всего не выбываете. Потому что это была тестовая игра. Вы, скорее всего, попадете во вторую и в третью. Если они состоятся, да? Только уже в отдельные игры. Но Алексей проходит. Будет 3 тура. Так как все-таки у нас не хватает хороших стримеров. Это намек для вас, стримеры. Начинайте заниматься активнее этим. Ну и будем приглашать еще, наверное, игроков. Уже в следующих выпусках. От комьюнити голоса. В любом случае, сейчас, если у вас есть желание, мы можем пройтись по трем оставшимся вопросам. Супер. Давайте по трем оставшимся вопросам. Давай, интересно. Да. Тогда я сейчас возвращаю. Предыдущий раунд. Следующий раунд. Молодец, Алексей. Мои поздравления. Книжная категория тебя не убила. Надо было сделать их побольше. На самом деле, я думаю о том, чтобы снижать игроков. Ну, пойнты за отсутствие ответа. Правильно? Мне кажется, это было бы логично. Итак. Что мы от этих... Шпионы. Что мы выбрали? Ты наполнил на тех чертей. Правильно? Мы выбираем это. Какую будем оставлять сейчас? Какую оставляем? Давай книги по порядку. Ну, давайте книги. Я читаю вопрос в этой чате. Ставочку. Там сейчас она будет. Ну, поставьте какую-нибудь цифру. Чисто символическую уже. Не важно. А, слушай, во время паузы, по-моему, отправить кнопку пропала. Наверное, вот так оно было. Ну, я все равно вам зашел. А что, ставлю любую, да, ставить? Да, ставьте уже, неважно. Хоть миллиард. В данном вопросе слово, которое вам нужно будет отгадать, будет заменено словом карета. Карета присутствует в одном из самых знаменитых фильмов, когда-либо снятых в студии Дисней. Помимо этого, карета является детищем Якоба и Вильгельма. Также карета играет ключевую роль в серии комиксов Fables от издательства Vertigo. И, наконец, в саге о Ведьмаке присутствует персонаж, чья биография является зеркальным отражением истории, связанной с каретой. Что же скрывается под словом карета? Какое слово? Можно обсуждать? Или просто написать? Ну? Давайте помолчим, а потом обсудим. Что такое Якоб? Потом я объясню. Давайте помолчим, сейчас время пойдет, и я скажу все. Есть уже у кого-то гардер? А где тут кнопка отстраивается? Потому что я вот его ввел... Да, вот я тоже думаю, а чем отправлять? Как-то написал, и все. А, Enter надо сказать. Ну, Enter, наверное. В следующем выпуске уже, наверное, будут, кстати, небольшие спойлеры. Стик, скорее всего, будет. Потому что он мне помогал. Так, ответ Шмеля Маска. Можешь, пожалуйста, напомнить, а кто такой Якоб Эвергильма? Я сейчас скажу, сейчас я пойду с ответом. Может, кто-то правильно ответил? Ставка 2. Наверное, Гвинт ответ. Я понял. Отличный ответ. Пунис, Пунис. Ответ Алексея. Лето. Ну, Алексей, ну, Фейблс, то ты же играл в эту игру. Ребят, ответ Белоснежка. А Фейблс, где там Белоснежка? Это в какую-то первую часть мне было? Фейблс это сказание, сказание. Комикс сказания. Фейблс это игра? Нет, это игра Волк среди нас называется. А комикс называется Фейблс. По поводу Вильгельма и Якоба. А, Лол, Фейблс, точно. Это авторы книжки этого персонажа. Я тоже про Фейблс. Мультик Диснея тут понятно, да, я думаю. Белоснежка, мультик. Ну и по поводу Ведьмака. Есть такой персонаж, кто что-то от книжки его знает. Называется Сорокапутка. Собственно, ее биография является как бы, ну, по сути, зеркальным отражением Белоснежки. То есть ее там тоже мачеха выгнала, дровосек ее хотел изнасиловать, в итоге не изнасиловал. Она собрала семь гномов и в итоге Геральт ее убил. Спойлер. Хорошо, еще раз. Ну, как вам этот вопрос? Я, Фейбл, меня выбил из Кири. Ты не так слово прочитал, да? Ну, все прочитали не так слово, подумали, что это не Фейблс, а Фейбл игра. Наверное, Гвинт имеет отрицательную сумму и не участвует в финале. Надо накинуть поверхность. Я так и думал, что так будет. Спасибо. Давайте, давайте, нет, давайте вот тот вопрос оставим второй напоследок, потому что он мне больше всего нравится, я его сам сочиню. Может, я его сочиню? Нет, вообще я их все сочинял, но мне помогал Ларрикент, вот конкретно с первым вопросом. Так, все, блин, нет, нет, нет. Шпион или партизан будет вопрос. Давайте ставочки, только не делайте, чтобы отрицательное было. Вопрос. Назовите число вероломных отрядов, которые также являются верными. Не считая копии. Число вероломных отрядов, которые также считаются верными. Не считая копии. Скучный вопрос, правда? Ложен. А может, дополнительное время? Нет. Куда уже тут? Уже же не идет на очки игры. Ты можешь рассуждать, если что-то. Я пытаюсь, ну, видишь, еще в чатике напишут. Да, ну, блин, там задержка не нужно. Ну, ладно, в общем, пусть вот так вот будет. Диастер, хип-поп-нях. Ну, это тоже сложный вопрос, в принципе. Ну, тут сейчас будет комментарий, насколько я помню, я его указал. Четыре. Нет. Как? Нет. Я тоже четыре. Нет. Алексей, я думаю, ничего не ответил, да? Ответ ли вне три? Нет. Так, ну и ответ. А теперь давайте посчитаем, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Можно ответ не показывать? Можно ответ не показывать? Да, уже показали все. Ой, Влад, что? Давайте считать, давайте посчитаем. Дожди, а кто? Ну-ка, давай. Сейчас там вроде комментарий. Вы же пока считаете. Филиппа там... О, все появилось. Понятно. Алло. А Филиппа же только на... Вероломый, ребят, там они и верные еще. Да, Филипп. Филиппа неверно. Кулетка. Так, я вообще неверно. Лазучик. Короче, все засады они могут быть вероломными. Да, да, в принципе, да. Ну, кроме там Ширу. Ну, и, естественно, золото, который я... Который был уже... Ошибка. Ключ. Ошибка. Ошибка. Название. Ответ девять. А чего? А, стоп, секунду. Раз. Два. Сейчас, подождем. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Походу, девять реально. А, да, восемь. Восемь, но... Я не знаю, Филиппашал Дуб был очень... Филиппашал как два. Филиппашал Дуба это как два. Ну да, я их за два засчитал. Ну, это очень сложно было отгадать. Это вспомнить Золтана, который не... Ну, типа, верный. Да, и то, что ты как раз таки... Я вспомнил. Золтана-то я вспомнил. Я тоже Золтана вспомнил. Благодаря кое-кому. Ну, вот теперь... Вот видите, пользы есть, в принципе, в таком. Ну, тогда что, следующий вопрос давайте. Последний. Ну да, по факту просто забыли все засаду. Ну да, там, потому что можно ставить и Денниса Крангера, но он не засаден. Нет, Денниса Крангера. Все могут ответить на этот вопрос, скажу так. Я делал, в принципе, вопросы, чтобы все могли на них ответить. Вот эти последние. То есть, для Алексея была вот подсказка Fables. Он играл в игру Волк среди нас. То есть, тут я думал... Ну, а я подумал, я все равно про игру Fable. Про Fable, да. И подсказка. Паречка, ты-то Fable играл? А Fable? Нет, честно, не играл. Вопрос, ребят, вопрос. В данном вопросе под словом вампир будет скрываться совершенно другое слово. Господин вампир является одним из ключевых антагонистов в игре Ведьмак 3 Дикая охота. Вы еще не поняли, что же это за слово? Ну тогда могу предложить вам посмотреть одноименный фильм 1974 года от Андрея Тарковского под названием Вампир. Если же и фильм смотреть вы не желаете, то всегда можно посмотреть вампира самому. Я не прошу вас назвать, кто или что скрывается под словом вампир, а лишь прошу написать, что же вы увидите, если посмотрите на него. Нам тоже одно слово. Ну когда знаешь, да, оно вот так легко. Можно было оставлять. Нет, я не знаю, но... Я не знаю, но я не знал. Сейчас у меня есть одна ремарк. Так, ну поехали. Ответ. Смотрим. Так, ответ Таверны Гвинта. Зеркало. Ты угадал слово, но не вопрос. Ты угадал слово вампир. Точно. Но это не вопрос. На самом деле, я не согласен с Дикой Охотой, там же зеркала не было. Это... Не-не-не-не, спокойно, ребят, спокойно, еще рано. Сейчас я объясню. Алексей, ну ты прав тоже, как бы это зеркало. Под словом вампир, да, действительно скрывалось зеркало. Но, ребят, ответ, смотрите. Я не прошу вас назвать, кто или что скрывается под словом вампир. А лишь прошу написать, что вы увидите, если посмотрите на него. Ну, то есть на слово вампир. Под словом вампир скрывается зеркало. То есть ответ? Отражение. Ну, или же себя. Я бы сказал два ответа. Себя или отражение. Да-да-да, что-то мы. Ну, а, собственно, как бы господин зеркало, это Гюнтер Оди. Если кто не понял. Ну, и Фильм. Понятно, что Гюнтер Оди, а почему-то знак три типа охота. Да, а если в дополнение... Ну, это же сама игра. Ну, это же сама игра. Как бы откуда информация по этому поводу. Там тоже не написано про дополнение. Здесь сама игра. Дедьмак три, дикая охота. Да вот ни хрена не рассказывается про него. Гюнтер Оди, а ты уже встречаешь в таверне. В таверне. Да, там же не говорится про него ничего вообще. Он написан господин зеркало. В биографии сразу. Так что, ну, ливнит с победой вас, кстати, пишет еще раз. Ну, с победой. У нас тут в Иванове проходит фестиваль каждый год зеркал Тарковского. Я, наверное, только поэтому догадался, на самом деле. Можно было по словам догадаться, конечно. То есть, видите, я сделал эти вопросы. Нет, вы не имеете в долгих-то. Честно, вот последние два вопроса... Я сразу же, знаешь, такое... Зеркало, зеркало, зеркало. Ну, по-любому зеркало будет, надо отвечать. Скажите, вот, а как вам в целом, вот, какие вопросы были лучше? В Инте что с числами или вот эти? Ну, мне с числами понравились. Нет, мне с числами понравились. Нет, мне тоже. Мне больше на вот на... Вот эти вот, чтобы придумать, у меня потребовалась неделя. А в Инте с числами два дня. Больше ассоциаций. Больше звуков. Да, больше звуков. Ну, ребят, теперь вот, ну, все, поздравим. Давайте от каждого какие-то пожелания и, в принципе, какие-то, ну, впечатления от игры. Вот по порядку прям вот послушаем и, в принципе, пойдем на отдых. Александр, давай, Таверна, что ты скажешь? Что понравилось, что не понравилось? Мне вообще очень понравилось. Вот, потому что, блин, знаешь, как бы сейчас гвинт, особенно последними, вот, 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 патч, патчи все нету, мы все ждем, мы все играем тем, что устоялось, а тут как бы гвинт и прям вот что-то свежее. Я очень рад, что ты это сделал вообще. И мне понравились вопросы с картинками, мне понравились вопросы с рамками. Вот те вопросы, как бы, которые именно измели какую-то еще подковырку, визуальный ряд, например. Вот, звуки тоже было вообще офигенно. Вот, хотя я бы, я бы, я сделал бы побольше бы такого и прямо каким-нибудь более специфическим. Но хотя с клубичинской бабой вообще было шикарно, это просто, это прямо десяточка. Ну, еще появятся новые вопросы по гвинту, ребят, просто это было тяжело придумать. То есть, ввиду того, что в том же там Хардстоуне намного больше всяких тем и отсылок, то есть реально сложно. Ну, там уже, да, мемы есть, стримеров больше. У нас пока анимации только такие более локальные по каналам раскиданы. Хорошо. Я понял. Чаще есть играть. Спасибо тебе большое за участие и, собственно, за твое, высказывание твое. Так, Николай Шмель, что можешь сказать ты? Ну, я присоединюсь, очень прикольно за ковые вопросы. Вообще, очень понравилось, естественно, очень клево. Хорошее разнообразие на том фоне, который сейчас. Как там, обещали разработчики, первый сезон будет самый короткий? Сун, 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 тэм. Так вот, да, 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 так вот, мне лично, я считаю, что вопросы вот эти, которые, количество, назовите количество вот таких вот карт, и это все начинает перебирать 20 раз, и по-любому ты что-то упустишь. Мы же на такой не один вопрос не ответили в итоге. Ну, вот так, скорее всего, да. Это, знаешь, это вопросы, это вопросы не на свою игру, которые ты за 10 секунд посчитал, подумал и ответил. Нет, это вопросы, знаешь, на что, где, когда, блин, где ты сидишь, там, тюром обсуждаете, это вопрос. И потом еще берешься дополнительную минуту. Ну, я запишу. А там, оказывается, фельдмаршал дуб. Вот так. Ну, тут немножко, да, ошибочка сформулировкой. Ну, там, нет, пару вопросов было косяков, безусловно, с моей стороны, но, как бы, вроде, постарался загладить это возможно. Ну, вот, а так все клево. Спасибо большое тебе за участие. Так, ну и Алексей, что скажешь ты, чемпион сегодняшнего? Ой, мне все очень понравилось. Я хотел сказать, что я смотрел свою игру по Хардстоуну, да, не один выпуск, и хотел спасибо сказать Денису за организацию. По-моему, все просто, для первого раза все прошло идеально. Безупречно даже, я сказал. Никаких не лагов, никто никуда ничего не нажимал, там, кроме Шмеля один раз, да. Мы не перезапускали игру, раунды, там, не начислять себе очки, вопросы корректные, ответы корректные, там. Это мы еще апелляцию не подавали. Ну, типа, какие пожелания? Ну, я думаю, что надо чуть пожестче быть. Ну, знаешь, типа, принимать ответ, вот как он и есть, без всяких там... Ну, тогда и сделать вопросы попроще, наверное. Это будет просто справедливо каждому. И все, я думаю. Ну, а попроще вопросы стоит сделать? Попроще вопросы? То есть вопросы не сложно? Вопрос, мне кажется, на уровне нормально. Да, по поводу вот-вот-вот формулировки, вот восстановления, то, что, типа, опиши колоду. Ты нас напугал вначале, что, типа, не дай бог, там буду придираться. Там прямые... Ну, да. Да, я правда, я очень боялся, что я сейчас якобы знаю, что эта карта делает, но, не дай бог, я вот... Так, ну все. Слово какое-то. А в чате уже сразу твича. Ах ты, чсвшник, поречка. Не спросил чат твича, а как нам шел? Чат твича. А это уже вы должны мне написать, а не я вас спрашивать. Напишите, пожалуйста. Под группой, под записью. В группы, ВКонтакте, под записи. Все это, естественно, появится на Ютубах. Ребят, вам еще раз большое спасибо, что зашли на шоу. Все было очень классно, мне очень понравилось, все прошло легко и непринужденно. Всем большое спасибо. Всем пока. На канал, по речке подписывайся. На партнерку, да-ка. Ну и, ребят, еще... Донайте. Спокойно можете сейчас какие-то рекламы. На призовой фонд. Ребят, рекламу, пожалуйста, своего твича. Каждый, если можно, адрес назовите, чтобы просто я это не просчитал. А, у нас же все подпис... А, у нас по-разному. У Шмеля. А куда ты наложишь? Вот twitch.tv. Слэш. Тролль. Рыб. Как же мне это правильно читать? У Шмеля там все сложно, как бы. Троллинг. У меня все сложно. Короче, просто покидаем ссылочки на канал сейчас в чат. Большое спасибо еще раз всем, кто помогал с организацией. Это Stick, Ларикент, Денай, Дон Кихот, White Snake, Dev2Dev, который тоже вчера мучился с нами на тестах. Ну и его JustRushingGuy. Вроде упомянул всех, кого помню. А, ребят, еще. К вам тоже такой небольшой вопрос. Что вы думаете по поводу следующих выпусков? То есть один из вас, скорее всего, будет в следующем выпуске. Либо Таверна, либо Шмель. Может быть, даже оба. Стоит ли пригласить кого-то из зрителей? Или это не стоит? Можно, почему нет? Я думаю, что не стоит пригласить какой-нибудь сделать между зрителями. Как раз-таки отдельный тур. А как вот это провести? По речке. Ну ты же знаешь, как в своей игре... Есть магистры, а есть обычные люди. Есть тактины, да? Просто работяги. Работяги. Я в куртке буду этой своей, знаешь. Я сегодня в пиджаке, как обещал, ребят. Все серьезно. Я на пиджаке. А вы мантии не надели. А вы обещали. Мантии, очки. Куда писать снова вопросы, напишите мне вконтакте. Я так понимаю, теперь это на мне, да, все лежит? Ну, может, теперь хоть... Ну, теперь хоть вопросы не придется придумывать, может. Я, блин, почти, ну, много вопросов сам придумал. Наверное, 50 или 60. Ну, Лэри Кент, конечно, вот вопрос. Белоснежка, это к нему. Мне он тоже очень понравился. Мощный вопрос, в принципе. Точнее, он меня натолкнул. Это был вообще вопрос сначала, знаете, про что? Про лор книжный, да? То есть, типа, чья биография отражается, ну, как Белоснежка, сказка. И надо было просто ответить сорокапутка там. Но потом мы подумали, что почему бы не взять это на суперигру и там дописали, закорректировали, как-то так. Ну, все, ребят, тогда на этом я буду прощаться. Вам пока. Все, пока. Удачи. Спасибо, что смотрели. Хороших табликов. Все, пока, ребят. Пока. Вас я отключаю. А сам еще раз. Продолжение следует...